Давайте все вопросы в конце, я сейчас расскажу. Меня зовут Татьяна Никонова, здравствуйте, рада видеть всех, кто видел на прошлой встрече. Если буду говорить тихо или мне будет не очень хорошо слышно, скажите мне, пожалуйста, об этом, я буду говорить короче. А сейчас мы поговорим про игрушки для взрослых, потому что, как вы знаете, я вообще, мое мнение, что эти игрушки можно, не знаю, детям из 16 лет. Но мы не будем сейчас касаться этого вопроса, мы будем говорить только о взрослых людях, которые здесь собрались. Поэтому я, наверное, час или полтора расскажу о самых базовых вещах, которые стоит знать, а после этого будете задавать вопросы и обсудим все, что захотим. У меня сразу вопрос, скажите, пожалуйста, кто считает себя в этом вопросе новичком, вне зависимости от того, есть у вас какие-то игрушки или нет? О, отлично, потому что я тоже считаю себя новичком. Потому что годы идут, ты тратишь кучу денег, узнаешь все больше нового, но чем больше ты узнаешь, и чем больше новых девайсов получаешь, тем больше понимаешь, что, в общем, многого ты и не знаешь. И чем больше ты знаешь тебя, тем больше область того, что оказывается неизвестным. Поэтому доучиваться приходится всю жизнь, и мы с вами в одной лодке. Собственно, главный вопрос, зачем все это нужно? Зачем нам нужны игрушки? На самом деле, когда мы говорим о секс-игрушках, о секс-девайсах, у нас очень большое разнообразие. От каких-то крупных штук, которые на самом деле просто вибромассажеры, которые можно использовать где угодно, я серьезно говорю, что часть крупных массажеров, которые у меня есть, я использую только вот здесь. Потому что они в других местах тоже классные, но когда ты целыми днями сидишь за компьютером, все, что тебе нужно, это массаж. Ты не всегда можешь дойти до массажиста, а игрушечка вот она здесь, у них достаточно интенсивная вибрация для того, чтобы удовлетворить самые разные части твоего тела. Собственно, очень многие секс-игрушки начались с вибромассажеров, которые начали использовать как-то еще. Но они, опять же, мне как и в другие стороны. Кроме того, у нас есть, конечно же, самый главный вопрос, это получение удовольствия и выяснение, чего нам вообще нужно. Потому что, когда ты находишься с партнером, ты очень много думаешь о партнере. Может быть, какие-то свои собственные проблемы психологические, связанные с тем, что было в прошлом, очень сильно влияет стресс. И мы не всегда можем понять, что нам нужно в тот самый момент, когда мы находимся с партнером. Но когда мы находимся наедине с собой, у нас появляется гораздо больше возможностей. Потому что мы можем использовать фантазии, можем прислушиваться к себе, можем внимательнее прислушиваться к себе, можем организовать более комфортную обстановку, чем бывает с партнером или с партнершей. И самое главное, что бывает очень важно, можно в любой момент сделать перерыв. То есть в какой-то момент ты просто откладываешь и говоришь, нет, что-то я пойду чаю попью. А потом возвращаешься к делу или не возвращаешься. В общем, это гораздо удобнее и комфортнее. И игрушки помогают нам нащупать нужные места, нужные режимы, нужную интенсивность, нужную продолжительность. Потому что, в общем, нам не очень-то часто говорят о том, как устроено наше тело, чего мы можем хотеть. И очень часто секс представляется как что-то, где активен мужчина. То есть секс, когда, во-первых, гетеросексуальный, поэтому должен быть мужчина рядом с женщиной. А во-вторых, мужчина делает свое дело, а женщина наслаждается. А если она не наслаждается, значит, что-то не в порядке. У мужчин тоже бывают из-за этого большие проблемы, потому что они не знают, что нужно делать, чтобы женщина наслаждалась. Поэтому бьют как отбойные молотки женщины, страдают. Вот, знаете, лучше хорошей игрушкой разобраться с собой, а потом уже объяснить мужчине или партнерше, женщине, чего ты хочешь вообще, что тебе нужно. Какой у тебя процесс возбуждения, какие усилия нужны, какой температурный режим нужен, какая у тебя комфортная обстановка. Потому что существует очень много вещей, которые люди не знают. Например, есть исследования, которые показывают. То есть, действительно, пары засовывали в МРТ, аппарат МРТ, и смотрели, что с ними происходит, как работает их мозг. Потому что нужно было доказать, что у них действительно есть оргазм. Обнаружили, что это в одном из университетов в Нидерландах происходило. Обнаружили, что у женщин чаще бывает оргазм, если у них теплые ноги. Поэтому женщины, которым надевали носки, у них оргазм изучался чаще. Серьезно, для меня шерстяные носки теперь мастхэфы действительно работают. То есть, или хотя бы сунутся под деяло. Если мужчина в носках, голый мужчина в носках, это ужасно, то женщина в носках, это очень хорошо, и мужчина должна радоваться. Но таких вещей, на самом деле, очень много. И у каждой женщины, они индивидуальны абсолютно. То есть, кому-то, может, и не нужны вообще эти носки, потому что это, опять же, чисто статистическая вещь. И поэтому нам нужно выяснять. И вот всякие устройства, они нам помогают. Сейчас я немножко расскажу про теорию, не про игрушки. Всякий раз, когда нам говорят об игрушках, не игрушках, говорят о том, как разбудить свою сексуальность, как разбудить, значит, разные точки на теле, которые могут вызвать оргазм, как вызвать себе вагинальный оргазм, все что угодно, мы слышим всякие вещи, которые звучат как бы очень научно. Потому что последние десятки лет они считаются общепринятыми, такими как точка G, например. Так вот, несколько лет назад было большое исследование. Как раз есть статья в журнале Nature, вполне себе приличное издание, в котором рассказывается о том, как ученые искали точку G и не нашли. Они очень долго искали. Они не искали органы, не искали ткани, которые как-нибудь отзывались бы. В итоге они ничего такого не нашли. Не нашли ни единого точка, ни единого бугорка, который бы действительно мог бы реагировать на стимуляцию соответствующим образом. У каждой женщины все всегда по-разному. Скорее, когда они обнаружили, что когда мы говорим о возбуждении женском, когда мы говорим об оргазме, речи скорее нужно вести, они назвали это клиторо-уритрально-вагинальный комплекс. Что это означает? Это означает, что все органы малого таза, которые находятся у женщины, это очень активная штука. Они очень активно реагируют на все. Если мы всегда, или во всяком случае, очень часто представляем женщину как некий такой пассивный объект, который реагирует на стимуляцию, то на самом деле женские органы, они очень активные. И сами говорят, если прислушаться, то можно очень легко в какой-то момент понять, чего они хотят, чего они хотят и к чему они стремятся. И это как раз тот самый сложный комплекс, который обеспечивает нам возбуждение и удовольствие. Удовольствие бывает разного вида. Может быть оргазм, может быть просто удовольствие в процессе, но тем не менее очень много разных точек и разных мест, разных областей и разных органов в этом участвуют. И когда вы видите какие-то инструкции для того, чтобы найти такое-то возбуждение и такое-то удовольствие, там используя точка G, точка A, все что угодно, всегда я хочу сказать, что вы можете их использовать, потому что там бывают довольно четкие инструкции. Но нужно понимать, что на самом деле это не описание того, что на самом деле происходит. Это описание карты, это маршрутная карта. То же самое, как вы смотрите, например, на карту местности, и вы четко понимаете, что вот эти вот надписи, точки и линии, они не имеют никакого отношения к тому, что на самом деле на местности происходит. На местности это горы, трава, деревья, все что угодно, здания. Но эта карта, она просто помогает вам сориентироваться и дойти до нужной точки. Но местность и карта – это разные вещи. Поэтому вы, конечно, совершенно вообще без проблем можете использовать все инструкции, которые говорят, что вы получите вагинальный оргазм, если вы будете делать то-то, то-то, то-то на протяжении стольких-стольких дней. Не вопрос, вы можете это сделать. Просто нужно понимать, что это не то, что… Это описание действия, а не описание того, что происходит на самом деле у вас внутри. Зачем вообще нужны всякие упражнения, о которых говорят и в этом центре, и я сама про них статьи пишу, и вообще можно найти очень много информации. Потому что в мозге существует такая вещь, как нейропластичность. То есть нейропластичность – это способность нейронов устанавливать новые стабильные связи. То есть это мы делаем, например, можем делать это прицельно, например, когда мы формируем новые привычки. Мы на протяжении недели, месяца, двух, каждый день делаем что-то одно, и постепенно это приходит в привычку, и у нас не возникает никаких затруднений для того, чтобы этим пользоваться. Потому что у нас нейроны обеспечивают новые стабильные связи, и мы действуем благодаря им. Это может случаться, например, непроизвольно, потому что, например, если едешь на работу все время одним и тем же маршрутом, то все наверняка сталкивались, как до выходной. Выходишь по тому же маршруту, и вместо того, чтобы свернуть в нужное место, на автопилоте сворачиваешь в сторону работы. У меня такое случается постоянно. И это как раз работа постоянных устойчивых нейронных связей. Так вот, мы же сами можем на них воздействовать, мы сами можем их новые формировать. И мозг можно обучить, пользоваться, испытывать возбуждение и испытывать удовольствие от многих вещей, которые нам казалось от нас далеки. Почему бы казалось бы мозгу не быть немножко поумнее? Почему бы не дать нам это удовольствие с самого начала? По многим разным причинам. Во-первых, если посмотреть назад, мы обнаружим, что нам в большинстве семей не поощряется мастурбация, не поощряется исследование собственного тела, у нас нет никаких знаний. И мы вырастаем до какого-то определенного возраста. Очень мало бывает прикасать к своему телу в разных местах, очень слабо представлять, то есть, опять же, карту местности, если говорить о собственном теле. Мы очень мало знаем о том, что у нас есть, у кого-то бывает какой-то неприятный опыт, который закрыл такое внутреннее желание исследования каких-то вещей. Поэтому, в общем, мы вырастаем людьми с некоторыми ограничениями. И поэтому мозгу нужно помочь. Все-таки, когда мы говорим об удовольствии, это не только стимуляция органов. Это, в первую очередь, то, как реагирует мозг. Поэтому большинство руководств как раз объясняет, таким образом объяснить мозгу, что вот в этом месте, в этой точке может быть удовольствие. И игрушке как раз очень хорошо этому помогает, потому что руки, простите, быстро устают. Слажный момент. Индивидуальность. Когда говорят, я уникальная снежинка, обычно это с сарказмом. Но на самом деле это правда, потому что мозги у всех разные, они функционируют по-разному, тела функционируют по-разному. И все это вместе создает, как из каждого человека, из каждой женщины, некая такая совершенно уникальная совокупность возможностей испытывать удовольствие и возбуждение. И поэтому то, что срабатывает на одном человеке, может не сработать на другом. Но пока не попробуешь, не узнаешь. Это очень важный момент. Хочу немножко уйти в прошлое, рассказать буквально чуть-чуть про Марии Бонапарта. Ее часто называют правнучкой Наполеона Бонапарта. Это неправда. Она правнучка его брата. Она была принцессой, у нее было много денег, и у нее не было оргазма. Это неудивительно, если ты родилась в 19 веке. Это и сейчас не очень удивительно, но в 19 веке тем более. Поскольку у нее было много денег и очень много самоуверенности, она решила разобраться в этом вопросе и стала проводить научные исследования. Научные исследования показали, проведенные ею, что оргазм очень сильно влияет на возможность его получать расстояние между клитором, между головкой клитора и входом во влагалище. Поэтому, опять же, исходя из тех соображений, которые у нее были, она решила, что, наверное, если пересадить клитор поближе к влагалищу, то все получится. В общем, совершенно логично по тем временам, когда женщины лечили от истерии и некоторым клитор просто отрезали. Делали это в медицинских учреждениях, было совершенно официально. Она попробовала это сделать, ей это не помогло, что, в общем, тоже, опять же, понятно. А потом она встретила Зигмунда Фрейда, перековалась у Фрейдиску, стала последовательницей этих идей по зависти к пенису и так далее. В общем, немножко сошла с ума, дальше неинтересно. Но главное, что она заложила исследование, то есть, как бы, некоторую базу под исследование. Несколько лет назад, в 2009, по-моему, году, было проведено большое исследование, и действительно оказалось, что статистическая разница есть. То есть, по тому, каково расстояние между головами, головкой клитора и входом во влагалище, можно определить, насколько легко женщине достичь оргазма при вагинальном проникновении. Но есть несколько идей, почему так происходит. То есть, одна из идей, конечно, самая простая, потому что, если расстояние маленькое, то при проникновении клитор, головка клитора тоже легко стимулируется, и таким образом оргазм легко возникает. Но, на самом деле, все гораздо сложнее, хотя немножко проще. Дело в том, что клитор – это очень большой орган. Заходит иногда до 10 сантиметров длиной. То, что мы видим снаружи, это головка клитора. Все остальное – ножки клитора, пещеристое тело, пещеристое тело, точно так же, как в пенисе у мужчин, они находятся внутри. Они обхватывают влагалище, и всякий раз, когда мы говорим, например, о вагинальном оргазме, на самом деле, говорим о том же клиторальном оргазме. Клитор – это тот самый орган, который нам нужно стимулировать для того, чтобы получить оргазм. И неважно, с какой стороны мы его стимулируем. Да, ощущения могут быть разными, потому что мы по-разному и с разных сторон к нему подходим. Но, тем не менее, это всегда клитор. Более того, даже у некоторых женщин бывает оргазм тонального проникновения не потому, что они разбудили какую-то точку А, а потому что у них клитор расположен таким образом, что они могут его стимулировать при анальном проникновении. Так тоже бывает. И поэтому, когда мы говорим а вот на том самом сложном клиторо-уритрально-вагинальном комплексе мы говорим, что у нас есть клитор и все, что к нему прилегает. И именно это мы и стимулируем. И если представить себе именно такую картину, а не набор точек на нашем теле, то становится гораздо проще, гораздо понятнее и гораздо легче воспринимать те сигналы, которые тело нам показывает. Потому что очень многие фиксируются именно на основных точках, которые описываются. Например, вот проникновение, тебе, значит, ту точку нужно натирать вот так вот, чтобы он заблестел, а знаете, как наносили собаку в метро, которую натирают. И тогда все будет хорошо. Но в таком случае вот между этими шагами не чувствуете, не обращайте внимания на ощущения, которые происходят в процессе. Они очень многое могут нам рассказать. И на них тоже всегда стоит отвлекаться. Почему я обо всем этом рассказываю и не перехожу пока что к игрушкам? Потому что игрушки – это хорошо, это прекрасно. у меня их очень много. Однажды, серьезно, я оставила в одном американском магазине, просто дошла оттуда ногами, оставила тысячу долларов. И потом, это была грустная история, потому что я вышла с бумажным пакетом, я вышла как американка, значит, с бумажным пакетом, тут там не батоны, значит, лежали, а игрушки. Вот. И вот через пять он порвался. Вот. Я стою в горе упаковок по колено примерно, такие красные трусы, в пайетках, знаете, какие-то, не знаю, бусы анальные, короче, все прекрасно, очень красиво. Вот. Бульвар Санта-Моника, никого нет, людей нет, какие-то заборы. Вот. Меня спас какой-то дедушка, который, значит, приезжал мимо, вытащил пакеты, вместо того, чтобы довезти меня до дома, вот, он просто выдал мне эти пакеты, помог все сложить, я сказал, скажи своему парню, пусть купят тебе машину. Вот. Впоследствии мне пришло все это раздарить, распродать, потому что я большую часть всего этого не скрыла, и я просто хочу сказать, что действительно, я просто очень люблю игрушки, они все очень классные, но если вы не знаете теории, совсем не знаете теории, вы можете очень много упустить, и они будут вам бесполезны, поэтому я очень рекомендую побольше узнавать и побольше понимать о том, как на самом деле устроено ваше тело, как устроено ваше сознание, и ничего не бояться, потому что может оказаться, что вот вы как раз откроете что-нибудь невероятное, о чем еще никто никогда не знал и не слышал, и, скорее всего, с каждым человеком такое происходит, особенно с каждой женщиной, потому что мы, мне кажется, гораздо более сложные и прекрасные существа, чем кто-либо. Про игрушечки. В основном девайсы можно разделить на две группы, то есть для удовольствия и для здоровья. Очень часто говорят, что секс необходим для здоровья, это неправда, потому что мы не знаем страшно больных космонавтов, полярников, монахинь, у них может не быть секс, не знаю, годами, десятилетиями, и ничего страшного не происходит, секс для здоровья не нужен. Но когда мы говорим про здоровье, то есть различные девайсы, которые помогают именно для здоровья репродуктивных органов. Во-первых, это вагинальные тренажеры, они могут быть разными, какой-то, я кажется, забыла, можно использовать, например, такой. В чем смысл вообще тренажеров и для чего они нужны? Они помогают работать над мышцами малого таза. Внутри, то есть когда говорят, что я вот чувствую, как я мышцами влагалище сжимаю, и знаете, есть курсы, на которых учат целовать мышцовый пенис внутри и пускать волну, знаете, такую волну по влагалищу. Это невозможно сделать, потому что там гладкая мускулатура, она не подчиняется нашим сознательным усилиям, примерно, как, знаете, пищевод. Сознательное усилие, вот мы не можем ничего сделать, пустить волну по пищеводу. Это нереально. Но есть более внешние мышцы, которыми можно работать, и это бывает существенно, особенно после родов. Иногда это важно, этим нужно заняться до родов, бывают какие-то заболевания, потому что если они ослабляются, то может быть недержание мочи и другие неприятные вещи. Но когда вам говорят, что каждой женщине необходимо тренироваться, это, конечно же, неправда. Это необходимо для здоровья, если у вас есть проблемы с здоровьем, либо они намечаются каким-то образом, у нас плохая наследственность, например, а также для того, чтобы получать больше удовольствия, потому что, опять же, я напомню про сложный клитороуритрально-вагинальный комплекс, когда все участвует, поэтому если у вас есть возможность тренировать что-нибудь, что тоже может поучаствовать, почему бы и нет, то есть это довольно интересно. Так вот, статичные штуки, они работают, большинство упражнений Кегеля рассчитаны на статичные предметы, на комплекс упражнений, ну, примерно, как если бы была штанга, то есть нужно делать только вот не так, вот, а хватать, вытаскивать, и делать это соответствующим количеством подходов, методик очень много. Затем есть вагинальные шарики, они бывают не очень похожи на шарики, бывают похожи, бывают, например, на сцепки, они, на самом деле, тоже часто работают статичными, как статичные вагинальные тренажеры, то есть их можно использовать так же, но их отличает то, что, как правило, у них смещенный центр тяжести, то есть многие из них, из-за этого можно просто внутри носить, и соответствующими ограничениями, сначала непродолжительное время, потом продолжительное, и таким образом мышцы самостоятельно работают, и вам не нужно предпримять какие-то усилия, но это нужно будет долго, поэтому, если вы ленивая, и у вас просто нет времени, потому что у вас есть другие занятия поинтереснее, чем заниматься упражнениями, вы можете просто их носить, но на это больше времени уйдет. Затем у нас есть вагинальные тренажеры с обратной связью, так, это не тот, по-моему, я их здесь не нашла, они бывают самые разные, они бывают с мобильным приложением, без мобильных приложений, то есть, как правило, то, что ты делаешь, например, там, сжимаешь, делаешь упражнения, они выдают тебе какую-то реакцию, то есть, например, на приложении можешь показывать, с какой силой ты сжимаешь, есть приложение, которое, значит, нажимаешь, и там тебя птичка прыгает, и чем выше прыгает птичка, тем, значит, больше ты молодец, хотя, на самом деле, как мы знаем, все, кто ходит в спортзал, знают, что, на самом деле, нужно выбрать не больше вес, а поменьше, но почаще, потому что главное – это регулярность и умение управлять. Также бывают девайсы, которые, ты чувствуешь, например, их можно, ну, посильнее надувать, и они тоже дают обратную связь, просто вот по ощущениям, вот. Нужно всегда, очень важно, то есть, либо вы, нужно изучить теорию, как это работает, здесь есть классы, есть статьи на эту тему, либо, всегда начинайте с этого, читайте инструкции. В инструкциях бывает много удивительных вещей, о которых мы вообще даже не догадывались. Мобильные тренажеры, на самом деле, это очень занятно, единственное, что у вас всегда должен быть более или менее современный смартфон, потому что они все управляются по Bluetooth, и если у вас какой-то совсем старенький телефон, то девайс, конечно, можно использовать, но, возможно, там, ваш смартфон не поддержит. Поэтому это тот самый случай, когда вы перед покупкой должны проверить инструкцию и спецификацию, посмотреть, действительно ли вы можете установить на свой смартфон это приложение, потому что, ну, может так получиться, что игрушку вы купите, а на свой смартфон не сможете установить приложение. Затем есть девайсы с электростимуляцией, я не стала распаковывать, это выглядит примерно так, вот такая вот штучка, здесь есть металлические накладки, есть пульт управления, тоже со своими программами. Что они помогают? Это та же самая привычная, многие милостимуляции, когда, знаете, вы думаете, вот ты сидишь, смотришь телевизор, тебе, например, какой-нибудь ток идет, ведь это, значит, такие тонкие, красивые додры. На самом деле, как один из инструментов какой-нибудь предложительной программы, это работает. Вкладываться только, исключительно, в девайс с миостимуляцией не стоит, потому что, когда мы говорим, опять же, об использовании наших вагинальных мышц, мышц малого таза, для удовольствия, главное все-таки не их сила, не раскачка, а контроль. Именно поэтому так важны, например, хорошие тренажеры. Очень важно, чтобы мы умели вовремя их расслаблять, вовремя напрягать, то есть полностью их контролировали. Это гораздо существеннее, чем накачка, то есть это не бодибилдинг, а скорее как танцы. То есть, когда вы танцуете, когда вы учитесь управлять своим телом, главное это контроль, но при этом попутно у вас, конечно, накачиваются мышцы в разных местах вашего тела. И бывают еще разные товары для здоровья, гигиены, например, вот я еще хотела показать, тоже шарики, бывают такие штуки, то есть, это раскрывается, и туда вкладываются разные шарики разного размера и разной тяжести, они тоже смещены в центре тяжести. Это Эдрион Ластик, они недавно появились в России, они стали выпускать, например, менструальные чаши, поскольку они знают, как устроено женское тело, поскольку они знают, что розовый цвет всегда продается, и поскольку у них хорошие гипераллигенные материалы, как у всех, кто делает приличные товары, у них эти чаши есть. Еще у Фанфектора делают менструальные чаши, ну, вообще, на самом деле, я думаю, что их сейчас будет много, потому что как бы секс с эксом, но очень рядом здесь ходят товары для здоровья. Кроме того, есть девайсы, которые можно, собственно, переходим к самой важной части, к игрушечкам. Их можно условно разделять на то, что используется в разных точках, но, конечно, они очень часто бывают какими-то совмещенными. То есть, по принципу использования. У нас есть игрушки для вагинальной стимуляции. Это не обязательно выглядит вот так. Может выглядеть вот так. Главное, что, знаете, как мне недавно подсказали, есть в Телеграме украинский канал, который на русском. Он называется «Куда вы это засовываете?» Мы знаем, куда это засунуть. Подразумевается, что мы стимулируем внутри, и, как мы уже знаем, что на самом деле нам нужно стимулировать наш клитор. Поэтому, если вы что-нибудь о себе знаете, то, конечно, ориентируйтесь именно на это, когда вы думаете о размере, когда вы думаете о длине. Если вы ничего о себе не знаете, то берите что-нибудь скромное. Я ближе к концу презентации расскажу, каким образом выбирать всю самую первую игрушку. Затем культоральная стимуляция. Это могут быть большие предметы. Например, это не очень большой предмет, но тоже ничего. У меня такой есть, он вообще хороший. Делается так. Вот. Это очень круто, потому что, на самом деле, это такая штука, которую можно просто поставить на нужное место и ничего больше не делать. И она такая самая такая, о, хорошо. Вот. Можно даже не двигать. А для тех, кому не очень нравится, как же он выключается-то? Выключайся. Да, отлично. Для тех, кому не нравится эта история с рожкой, можно, например, шапочку просто снять. Бывают совсем маленькие штучки. Вот. Культоральные стимуляторы еще хороши тем, что они бывают совсем такими крошечными. Их можно в кошелек положить, бывают совсем такие крошки. Я всегда обращаю внимание на то, что в магазинах, можете даже посмотреть там на сайтах секс-шопов, очень часто оказывается, что устройство для культоральной стимуляции раз бывает в три меньше, чем для проникновения, для вагинальной стимуляции. С чем это связано? Хороший вопрос. Я не знаю. Потому что, опять же, мы знаем, что большинство женщин в состоянии получить оргазм от культоральной стимуляции снаружи. И только примерно две трети женщин при определенных условиях в состоянии получить оргазм при внутреннем проникновении. Поэтому, казалось бы, хотелось бы, чтобы культоральных устройств было больше. Но, во-первых, в России очень много покупают игрушки мужчины, а мужчины, конечно, думают, что вот это всему глава. Поэтому очень часто ориентируемся на интересы мужчин. Поэтому я думаю, что нам нужно как-то внимательнее выбирать, смотреть, что мы выбираем. Кроме того, есть такой момент, что очень классная игрушка. Вот, например, очень классная игрушка. У меня такая тоже есть. Они настолько хорошо вибрируют, что можно их использовать. Не обязательно их засовывать. Можно вот этот кончик использовать снаружи. Поэтому они оказываются двойного действия. Затем есть анальная стимуляция. Анальная стимуляция бывает разного вида. То есть, например, вот этот вот такой веселый парень. Я не представляю, как можно засовывать себя что-нибудь с глазами. Но кто-то может. Это так называемые анальные бусы. Принципы действий у них очень простой. Сначала засовываешь одну, потом другую, третью. Каждый раз становится чуть менее комфортной. Когда становится некомфортной, можно закончить. Потом постепенно вытаскиваешь такое очень хорошо. Потому что, на самом деле, вокруг ануса очень много нервных окончаний. Очень многие любят какую-либо стимуляцию. Но, конечно, не все любят, чтобы в них засовывали что-то большое, толстое. А такое бывает вполне приличное. Часто думают, во-первых, часто путают анальные бусы в региональные шарики. Пожалуйста, не делайте этого. Отличить очень легко. Вот эти вот меньше и их больше. Потому что вот это у нас все-таки тренажер. А вот это для удовольствия, для того, чтобы ссунул и высунул, и все хорошо. Кроме того, часть игрушек можно использовать для анального проникновения тоже. То есть, если им все-таки нравится, когда вас что-нибудь засовывают. потому что и может оказаться, что таким образом стимулируется клитор, и стимулируются те самые нервные окончания вокруг ануса. В общем, как вам больше понравится. Всегда смотрите, чтобы на коробке было написано, что это можно использовать для анальной стимуляции, потому что если вы используете что-нибудь не то, вы можете, например, этот девайс потерять. Внутри такое случается. чем хороши штуки для двойной стимуляции, то есть, для вагинальной и для культуральной. Культуральный отросток он может служить просто ограничителем, как это бывает на всех анальных игрушках. Нормальная анальная игрушка должна иметь ограничитель. И такой ограничитель хорошо работает, и у вас не будет такого, что вы придете в больницу и скажете был... Да. Знаете, как бывает с мужчинами. это был, значит, баллончик лака, и я на него случайно сел. Вам не придется ничего такого рассказывать, просто если у вас будет ограничитель. Ограничитель это очень важно. Снова двойная стимуляция. На самом деле существуют игрушки, например, в которых есть сразу три отростка для того, чтобы делать сразу все. Делайте, что хотите. Это ваша игрушка, ваш девайс. Вы купили, и больше вам никто не указ. Самое главное, чтобы это было безопасно, соблюдайте технику безопасности. И производители часто об этом думают, они об этом хорошо знают, поэтому они приписывают, что можно, а что нельзя. Затем еще есть такая штука, как насадки на пальцы. Они бывают очень разные, например, очень маленькие, бывают большие, бывают электрические, например, которые специально такие по руке идут. Они дают всякие электрические разряды. Зачем это нужно? Просто потому, что это прикольно. Не обязательно иметь огромный девайс. Можно использовать насадку для того, чтобы использовать в разных местах нашими гениталиями. Дело в общем не ограничивается. Женщины часто с возрастом обнаруживают, что у них нет эрогенных зон. У них все тело эрогенная зона, потому что в разных условиях, с разных стимуляций можно получать разные приятные ощущения. Затем, конечно, игрушки для двоих. Это тоже очень важно, потому что очень часто считают, что игрушка это для мастурбаторов, которые, значит, сидят в тиши, в темноте и боятся выйти в большой секс. Это неправда. Игрушки очень помогают разнообразить сексуальную жизнь. Кроме того, мы знаем, что то, что у нас есть какое-то душевное родство с человеком, вообще не означает, что у нас будет классный секс с ним. Это не коррелирующая вещь. Поэтому, конечно, о чем-то мы можем договориться, что-то мы можем сделать, но может оказаться, что у нас разный темперамент, у кого-то проблемы со здоровьем, но не бросать же из-за этого партнера. Если он готов идти навстречу, можно как-то разнообразить жизнь и сделать все гораздо приятнее и легче. Во-первых, это, конечно, эрекционные кольца. Зачем они нужны? Они очень хорошо растягиваются, несмотря на этот размер. Что мы делаем с этим кольцом? Мы просто надеваем его на основание пениса. И если оно с вибрацией, то эту вибрацию включаем. Если оно без вибрации, мы не включаем никакую вибрацию, а просто наслаждаемся тем, что из-за того, что кольцо немножко пережимает основание пениса, эрекция дольше и лучше. Поэтому, если у мужчины есть проблемы с эрекцией, либо он кончается слишком быстро, мы не дадим ему этого. Потому что нам нужно подумать о себе. Очень часто, как вы знаете, в семейных парах средняя продолжительность полового акта примерно 4 минуты. В зависимости от... Многим женщинам этого просто не хватает. То есть они бы... Они могут рассыпаться в мультиоргазмах, но нужно, чтобы временно это было, надо до этого момента дойти. Поэтому мужчине нужно помогать. На кольцах бывают всякие насадки, например, для стимуляции клитора. Это тоже очень хорошо, потому что лишний раз клитор постимулировать. Это отлично. Главное смотреть, чтобы материалы были мягкие достаточно и из каких-то нормальных материалов. Зачем? Затем бывают дилды разных размеров. Очень часто они бывают, например, двусторонние. Это стропон, но мы его... про него поговорим как про дилды, потому что смысл такой же. Главное, что это мы засуну в одного человека, это в другого. Набор этих людей и куда они это засовывают, могут быть совершенно разным. на ваше усмотрение. Это... Вот конкретно это для него нужны довольно крепкие мышцы, потому что когда очень много смазки, а это безремневый стропон, вот, он норовит вылетать. Поэтому, если у вас слабые мышцы, тазового дна, если вы ими не занимались, если вы точно знаете, что у вас легко что-нибудь вылетает, вот, вам подойдет какой-нибудь другой девайс. вот, то же самое по себе хорошее. Чем они хороши? Потому что у вас вы можете себе обеспечить любое проникновение, сколько угодно. Его не зависит от того, стоит ли у кого-нибудь, есть ли у кого-нибудь что-нибудь, чему есть стоять. Это совершенно неважно. Игрушки решают наши проблемы. Стропон, вот это тоже можно использовать как стропон. У него плоское основание, вообще любой фаллоимитатор с плоским основанием легко использовать как стропон, потому что он просто надевается со специальным устройством и упирается в лобок. А это тоже хорошая штука. Очень часто у нас, наше общество считают сильно гомофобным, вот, но то, что у нас в общественной риторике, и то, что происходит на самом деле в спальнях, это очень разные вещи, потому что вот этот, например, фанфектор, и они мне рассказали, что они в России продают примерно 100 тысяч стропонов в год. А это фанфектор, которые стоят изрядных денег. Представьте, сколько продается более дешевых и более доступных девайсов. И стропоны используют в основном в сторону мужчин. Поэтому, когда наши мужчины говорят, что, значит, они настоящие мужики, мы понимаем, что в настоящего мужика входит самое разное. И физически, и психологически. не стесняйтесь предлагать это партнерам, большинство из них охрана и депоза соглашаются. Затем есть такая интересная штука, как называется скобками-помощниками, потому что они правда похожи на скобки. Их очень много, они различаются ценой, формой, длиной, вибрацией, отсутствием вибрации, пульсацией, там, чем угодно. В чем смысл? В том, чтобы, значит, мы это в женщину вставляем внутрь, кончик оставляем снаружи, и позволяем стимулировать как следует с одной стороны или с двух сторон, в зависимости от того, что это конкретно за девайс. И можем использовать это прямо во время проникающего секса. Поэтому женщина испытывает достаточно интенсивные ощущения. Многим эта идея не очень нравится, потому что они считают, зачем ты там мужик? Понимаете, вот эта штука, она не обнимает. Поэтому, что бы мы ни делали, что бы мы ни использовали, мы имеем полное право использовать вообще все, что угодно. В таких случаях нужно обращать на что внимание? Какая конкретно будет стимуляция? Она будет внутри, она будет снаружи, сколько здесь моторов, какой у нее размер, мягкая она или жесткая, потому что вы сами можете определить, каких его габаритов, какие габариты у вас внутри, потому что мы все довольно разные. Ну и, конечно, внутренняя часть, она обычно очень маленькая, потому что, чтобы дать возможность мужчине попасть внутрь. Если же внутренняя часть выглядит вот так, она большая, то, как правило, это игрушка для одного человека. То есть для женщины проникновение не предусмотрено. Анальные пробки это занятная штука, они бывают разных размеров, это небольшой размер. Очень часто говорят, это украшение, видите, стразы. Возможно, для кого-то это украшение, но на самом деле они служат очень простой вещи. То есть, несмотря на идею, очень часто возникающую, что это тип подготовки перед анальным сексом, на самом деле нет. Гораздо чаще используют пробки для того, чтобы увеличить удовольствие во время вагинального секса, потому что таким образом, поскольку все-таки наш таз имеет некое ограничение по размеру, по габаритам, если мы что-нибудь в одно место вносим, то в другом становится немножко уже. И, соответственно, это позволяет просто обеспечить по вагинальному сексе лучшую стимуляцию. Кроме того, пока есть вагинальный секс, если, например, есть какие-то ребра, есть твердая поверхность, это позволяет еще увеличить удовольствие для мужчины. Поэтому, если вас не интересует, то, конечно, не нужно даже смотреть в эту сторону. Но если вы не испытываете никакого ужаса перед анальным проникновением, то вполне. Главное, что, смотрите, чем отличаются штуки тренировки перед анальным сексом от, значит, нормальной анальной стимуляции и возможности сузить влагалище. У них вот есть вот этот вот тонкий кончик и ограничитель. Для чего нужен тонкий кончик? Потому что у нас вот все это окрупнение, оно внутри. А вот этот вот кончик, это для того, чтобы сфинктер нормально сжался. Потому что сфинктер анальный, он вообще не предназначен для того, чтобы быть долго в растянутом состоянии. Ему это, ну, ему это некомфортно. Мы прекрасно знаем, в каких ситуациях он у нас расширяется. Это, конечно, довольно приятно, но быстро проходит. Мы не согласны так долго ходить. Поэтому эти самые игрушки, они не готовят нас к канальному сексу. Они никак не растягивают сфинктер. Он, наоборот, должен быть нормально сжат, и у вас ничего не должно вываливаться ни в ту сторону, ни в другую. Более того, я бы сказала, что все попытки как-то насильно расширить сфинктер, они чреваты проблемами. Ему нужно тепло, релакс, любовь, как всем нам. Но ни в коем случае никакая не грубость, потому что если все-таки кому-то удастся его расширить, то это означает, что там есть микротравмы, и он перестает справляться со своими обязанностями. Не будем с ним так поступать. Существуют девайсы с мобильными приложениями, и я, кажется, забыла такой сюда взять, но это не страшно. Существует огромное количество сейчас девайсов, которые можно подключать. О, кстати говоря, я же вспомнила. Вот у этого есть мобильное приложение с кучей разных режимов. Можно поставить приложение на телефон своего приятеля, и через интернет он будет управлять, даже если он находится в Австралии. Значит, в Австралии он заходит, у него есть интернет, у вас есть интернет, он включает, вы даете доступ, он управляет, у вас вот это вот все, значит, вибрирует так, как он хочет, подключается при этом через Bluetooth от вашего телефона к этому устройству. Все очень круто, не считая того, что, в общем, во-первых, вам нужно как-то конъектиться, то есть в человеческом смысле, не в digital, потому что вам нужно понимать, что вы вообще хотите. Знаю кучу народа, которым очень интересно резко менять режимы, но от этого никакого удовольствия не возникает, вы сами понимаете. Кроме того, эти приложения очень часто рассчитаны на то, что мы самостоятельно будем им пользоваться. Например, можно выбрать или нарисовать свой собственный режим, или можно под музыку, просто включать музыку, на музыку реагирует и дает вот это вот все. Если захотите попробовать под музыку, любое устройство, я вам очень рекомендую финальную часть симфония 1812 года. Она очень крутая, серьезно, вам понравится. Но с приложением есть, я говорю, про проблема какая. Действительно, очень классно, когда используют партнер. Если вы используете сами, у вас могут спросить, какая проблема. У вас все руки в смазке, и у вас передает смартфон, и вы пытаетесь кнут в нужное место или нарисовать нужную кривую. Скорее всего, у вас не получится. Более того, вам в этот момент не до того. Поэтому это все-таки очень хорошая игрушка для ваших партнеров и для того, чтобы партнер почувствовал себя включенным. То есть, многие используют кучу разных связей. Например, кто-то находится в поездке, у вас связь через скайп, у вас есть видеоколл, и вы используете это самое приложение. Это довольно весело. Не факт, что вам даст это много удовольствия. Может и не получиться. Может и получиться, если вы придумаете, каким образом взаимодействовать. У меня просто у самой пока не очень получается. Но самое главное, что это позволяет вам чувствовать себя ближе, несмотря на то, что вы надолго расстаетесь. Это, конечно, очень важный момент, потому что многие пары на этом прокалываются. И, конечно, все... Да, я хотела еще рассказать про девайс в мобильном приложении. Вот эта картинка, это девайс, который мне не нравится. По одной простой причине. Он работает от Apple Watch. Это единственный девайс, который можно подключать через Apple Watch. Это было совершенно ужасно, потому что в тот самый момент, когда ты мокрыми руками пытаешься вот на таком вот экранчике, а не на таком, что-то сделать. Не получается вообще ничего. Это бесполезная штука. Используйте нормальные приложения для нормальных смартфонов. И, конечно, все те пары могут использовать игрушки, которые используются в одиночестве. С этим вообще нет никаких проблем. Главное, соблюдайте технику безопасности и помните, что девайсы, если вы не готовы обмениваться своей флорой и фауной с другим человеком, то есть вы используете презервативы, другую барьерную контрацепцию, то вы игрушки используете тоже в одно лицо и в другие части тела. Но не для другого человека, потому что на них точно так же переносится возбудитель различных инфекций. И поэтому, если у вас секс происходит в презервативе, то игрушки должны быть тоже в презервативе, либо вы используете только для себя или только для партнера. Немножко про принцип работы, потому что у нас бывает так. Либо все называют вибраторами, либо, как говорят мои комментаторы в ВКонтакте, обычно говорят, опять пришла с резиновыми самотыками. Ну, они, наверное, думают вот про это, но на самом деле большинство игрушек, о которых я говорю, совсем на это не похожи. Ой, спасибо. Во-первых, это, конечно, вибрации. Так. Кто-нибудь хочет потрогать? Да, давайте. Пускай тебе придам. Не страшно. Да, вибраторы вибрируют и вибрируют. Они могут вибрируют по-разному, мелко, крупно, очень зависит от их размера, от мотора, который можно в них запихнуть, от того, какую зарядку они используют, от того, какая у них поверхность, из каких материалов она сделана. Это очень существенный момент. Но, но, в общем, принцип один и тот же. Зачем у нас есть ротация? Включайся. Да, ротация-то легко. Кроме того, бывают вполне себе устройства, которые крутятся внутри. То есть, вы можете представить себе вот эту вот штуку, которая крутится внутри, например, раньше были очень популярны так называемые кролики, у которых внутри были шарики металлические, которые крутились. То есть, они обеспечивают просто, если это снаружи происходит, то снаружи, а если это внутренняя штука, то она обеспечивает стимуляцию стенок влагалища. Затем прикольная штука, это пульсация. Зачем это нужно? Вибрация вибрирует, а пульсацию ты ставишь, она такая, вот так вот, как поршень. Видите? Сейчас, да. То есть, пульсаток можно... Да, пульсаток вы просто ставите внутрь, он вообще делал сам, он фактически имитирует фрикции, просто с небольшой опритудой. У него разные точки. Да, потому что снаружи у него вибрация, снаружи вибрация, а сама вот эта, вот эта пульсация. Это вакуумное всасывание, новинка последних лет, по которой все угорают, правильно делают. Чтобы понять, что это, нужно сделать вот так, да. в общем, он всасывает внутрь. Да, просто на руку сделайте. Я на это куда? Что? Это снаружи. Есть простое правило про то, что должно быть внутри. Внутри все должно быть, должно быть более-менее гладкая поверхность для того, чтобы никак себе не повредить. все, что имеет лопасти, это всегда для снаружи. Хорошо имитирует оральный секс. Но гораздо дольше и интенсивнее. И, конечно, я это называю благородное присутствие. Он просто есть. Вы можете делать с этим все, что угодно. Вы можете двигать, натирать. Мне же хочется его обнять. Очень многие нравятся, потому что, потому что, ну, это самая, разумеется, древняя форма, все, все, что можно было сделать. Я надеюсь, что нам не нужно пускать это поедам, вы сами можете легко это представить. Разумеется, все это может любым образом, уже было слово. Точно. Абсолютно верно. Спасибо. Комбинируется. Как в том пульсаторе, который я пустила поедам. Длинная часть, то, что я погружаю часть, как в блендере, знаете, это пульсатор, а снаружи это вибратор. Они могут быть разными. Недавно я видела игрушку, у которой, значит, длинная часть была вибратором, а снаружи был всасыватель клитора. Это, конечно, совершенно гениальная штука. Если этот раствор достанет до клитора, не у всех достает. Это, конечно, большая проблема может быть. Для чего я рассказываю? О том, ну, разные способы. Потому что, если вы знаете примерно, что на вас хорошо действует, вы можете выделить. То есть, например, если у вас очень хороший ответ на оральный секс, то вы можете найти себе какой-нибудь симпатичный ротатор с мягкими лопастями. И знаете, что у вас все будет нормально. Если вам нужно какое-то сильное воздействие внутри, берите, конечно, пульсатор или вибратор. Если вы знаете, что у вас нет никаких проблем, когда вы используете душ со снятой лейкой, то, скорее всего, вам нужен какой-нибудь небольшой или уже большой, но какой-то мощный вибратор для внешней части клитора. В общем, вы можете таким образом ориентироваться, что именно вам нужно. Если у вас всегда есть вагинальный оргазм, так называемый, как мы знаем, вагинальный оргазм, и вы хорошо себя при этом чувствуете, то вы можете взять, например, ротатами, братом, все что угодно. На самом деле, вы счастливая женщина. У вас все хорошо. А теперь поговорим про материалы. Про материалы тоже нужно хорошо понимать. На самом деле, их не очень большое количество. Сейчас я быстро по ним пройдусь, и вы все быстро поймете. Во-первых, это, конечно, медицинский силикон. Чем силикон хорош? Он мягкий, он гипоаллергенный, он хорошо моется, с ним вообще практически никаких проблем. Больше части игрушек, с которыми вы столкнетесь, они будут силиконовыми, и очень важно просто понимать, что это должна быть нормальная компания, потому что, если вы купите где-нибудь на Алиэкспресс, вы никогда не знаете, в чем может оказаться проблема с этим материалом. Затем, боросиликатное стекло. Стеклянных девайсов, на самом деле, очень много, у меня само их много. Чем хорошо боросиликатное стекло? Оно довольно устойчивое. Это то же самое стекло, из которого делают химическую посуду. Например, как выпускается под брендом Pirex. Оно очень слабо бьется, я не буду бросать на пол, но я роняла игрушки, с ними не происходит, как правило, при таких воздействиях вообще никаких проблем. Они очень легко моются. Их можно замораживать в морозилке, их можно кипятить, их можно мыть в посудомоечной машине, они это разрешают. Это очень устойчивое к разным воздействиям стекло, и поэтому это очень безопасно. Например, у меня есть игрушка стеклянная, которую я купила в Штатах, я взяла последнюю с витрины. Они мне сказали, не проблем, только пусть покипятите, потому что все смотрели, держали в руках. Поэтому передавать эти игрушки как раз совершенно нормально, они не деформируются, потому что, опять же, из этого делают посуду для химических опытов. Но если вдруг у вас на вашей стеклянной игрушке все-таки появилась какая-то царапина, какие-то сколы, то, конечно, нужно все прекратить, потому что там могут собираться бактерии, и, кроме того, этим можно просто пораниться. Ну, не факт, конечно, что от маленькой царапинки что-то получится, но нужно себя беречь. Я тут же перепрыгну к нержавеющей стали. Собственно, сталь. Со сталью можно обычно делать примерно то же самое. То есть ее можно мыть почти чем угодно. В отличие от, например, силикона, в котором ни в коем случае нельзя использовать масляные какие-то вещи, нельзя использовать спиртосодержащие штуки для отмывания. Сталь и стекло выдерживают практически все, что угодно. Просто вы драете, чем ходите, просто не используете ничего абразивного. Есть такие штуки, которые называются обычно кибер-кожей. Вообще могут быть их самые разные названия. Обычно там стоит слово кожа или скин в названии. Это обычно какие-то реалистичные предметы, которые изображают одно и то же. И они просто... Это полимеры, довольно безопасные полимеры, которые пытаются имитировать мягкость, упругость и тепло настоящей кожи. Они с разным успехом к этому подходят. Поэтому, если вас интересует именно этот форм-фактор, меня, например, совершенно не интересует. То, смотрите, любое запатентованное название означает, что это приличный полимер. Затем существуют пластиковые штуки. Они бывают так. Я забыла что-нибудь взять. Ну, в общем, легко можете себе представить. Там обычно написано прямо на коробке. Это EBS пластик. Он тоже может быть вполне безопасным. Но следите, чтобы там не было царапель, не было сколов. Драгметаллы. Ну, драгметаллы. Я не буду вам их показывать. Здесь просто нет. И слава богу. И лакированное дерево. Лакированное дерево – это условно безопасная штука. У меня как-то раз, как раз из кандом-шопа прислали анальную пробку, покрытую лаком. Я ее била под оконник. Вот. И никаких трещин там не было. В общем, это было хорошо. Но никто не знает, разумеется, не появилось там каких-то микротрещин, которые потом, значит, станут гораздо больше. Поэтому, если у вас есть что-нибудь из лакированного дерева, просто следите, опять же, точно так же, как за стеклом. Чтобы трещин там не было, до этого можете совершенно беспроблемно все это использовать. Плохие материалы. Плохие материалы тоже нужно знать. Во-первых, это силиконовый гель. При определенном использовании это неплохой материал. Но я, например, я его просто не люблю. Казалось бы, силикон и силиконовый гель. Неужели это не одно и то же? Это не одно и то же. По той простой причине, что мы знаем, что даже если что-то подназывается одинаковое, сейчас огромное количество разрушенных полимеров из вроде бы одних тех же молекул, на самом деле все по-разному себе ведут. Вот эта еще картинка одной известной сетс-блогерши Dangerous Lily, она специализируется на игрушках, она просто взяла куски разных игрушек, положила их в банки и выставила на соусы. И вот то, что из геля, оно расплылось и начало как-то сливаться. И, разумеется, все это не произойдет одномоментно и даже не произойдет на протяжении какого-то небольшого времени с вами. И все это не будет в вас проникать. Но они со временем могут начать деформироваться, у них могут начаться какие-то проблемы, поэтому просто имейте в виду. Силиковый гель очень популярен для игрушек, для анального проникновения, потому что он очень мягкий. Но опять же, его в таком случае нельзя после этого использовать вагинально, потому что силиковый гель очень паристый, вы никогда не можете доказать себе, что вы действительно что-то, вот все вымыли оттуда, поэтому лучше либо использовать ограниченно, либо не использовать вообще. Затем вам ненужные игрушки без пометки не содержат фталаты. Понятно, что если это стекло или металл, это все равно, знаете, как на воде пишут, нет холестерина, не содержит гмо. Но если это силиконовая или пластиковая игрушка, на ней должна быть пометка не содержит фталаты. Фталаты – это производные фталиевые кислоты, которые действуют на эндокринную систему. Они ни после первого, ни после второго использования, они, конечно, как-то критично не будут воздействовать. Но может быть постепенное воздействие на протяжении какого-то времени, потому что у нас внутри тепло, у нас секреции, еще что-то. А фталаты действуют на эндокринную систему и могут вызывать онкологические заболевания. Поэтому всегда смотрите, чтобы ни детские игрушки, ни взрослые игрушки не содержали фталаты. На игрушку должна быть пометка «Се» – это норма европейского сообщества. Поэтому, опять же, если вы покупаете какую-то игрушку приличного бренда или что-нибудь, что вам выдают за приличный бренд, там должна быть эта пометка. Тогда вы точно знаете, что вы купили, что нужно. Затем игрушки неизвестного происхождения. Но если вы не знаете, откуда она, что это за компания, где она базируется, опять же, покупайте на Алиэкспресс, на картинке может быть одно, а пришли к тому совсем другое. Даже на Амазоне можно купить что-нибудь совершенно непонятное. Все-таки смотрите, у кого вы покупаете, потому что иначе вам могут прислать что-то, что просто реально вам будет очень плохо. И самый простой способ определить, что вам не подходит материал, игрушка плохо пахнет. Но она плохо пахнет, у нее резкий неприятный запах, вам это не нужно. Поэтому так правильно бывает просто действительно приходить в магазин и посмотреть, понюхать, и все будет нормально. Есть еще история подразительное происхождение. Да, если происхождение прям очень подозрительное, не берите. Я потом выложу эту презентацию, сможете по ссылке пройти. Там есть прямо это фотографии из фоторепортажа о том, как делаются игрушки компании Джага Джага где-то в Химках. У них прям огромный, жутко антисанитарный цех, где они вручную расписывают эти игрушки. То есть, представляете, что эта краска потом остается внутри. Антисанитарии у них там чудовищные. Они это выложили как пример хорошего, интересного репортажа о том, как они это делают. Похвастались. После этого, когда я вижу Джага Джага, я просто обхожу стороной, хотя я прекрасно представляю, что, может быть, у них есть игрушки, которые сделаны совершенно беспроблемно. Поэтому, серьезно, если у вас есть хоть какие-то подозрения о том, что что-то с ними не так, что они сделаны как-то не так, просто не берите. За игрушками нужно ухаживать. Но не в смысле кофе приносить в постель. Их нужно правильно хранить и правильно мыть. Что мы делаем с мытью? Большинство игрушек моются совершенно без проблем теплой водой с мягким мылом. Поскольку большинство игрушек, которые сейчас делают, они не паристые, это вполне достаточно, чтобы все смыть. Если вам этого недостаточно и вам кажется, что это немножко страшно, непонятно, недостаточно от мыли, то просто берите любое подходящее средство для мытья игрушек. Они продаются здесь, они продаются в любом секс-шопе. С этим не будет проблем. Хранить вам нужно в зависимости от того, как вы собираетесь, как часто вы используете игрушку. Потому что можно, конечно, хранить в коробке. Но, как правило, большинство коробок неудобны. Бывают устройства, в которым прилагаются удобные кейсы. Это очень классно, но не забывайте, что вы должны положить туда уже вымытые и высохнувшие, иначе потом будет плохо пахнуть. Самый простой способ найти какую-нибудь симпатичную косметичку за маленькие деньги и хранить в ней. Если вы берете какую-нибудь старую косметичку, то проследите, чтобы она была вся чистая, значит, там не было следов косметики. И чем меньше и мягче кейс, в котором вы храните, ну, особенно когда это косметички какие-нибудь тканевые, тем удобнее потом транспортировать. Вы можете брать все это с собой в любое место, куда бы вы ни ехали. Собственно, как транспортировать? Это важный момент, особенно если вы там часто ездите в командировке, например. Если это с батарейки, то вынимайте батарейки. Если это перезаряжаемое устройство, большинство сейчас устройств перезаряжаемые, то задумайтесь заранее о том, что вы будете, как вы будете с ними ездить. Вот, например, вот здесь вот игрушки в фанфекторе, у них есть одна классная штука, у них есть кнопки блокировки, то есть они таким образом блокируют, у каждой игрушки есть комбинация кнопок, и вы можете заблокировать так, что не включится ни при каком раскладе, потому что проблема с самолетами, например, в том, что у вас могут возникнуть проблемы из-за того, что у вас там что-то вибрирует в сумке. Если же у вас нет кнопок блокировки, то просто обложите игрушку чем-нибудь мягким. Это исключит случайное надавливание. Но обычные игрушки включаются длинным нажатием, поэтому, конечно, таких случайностей очень мало. Если у вас дорогие игрушки, дорогие вашему сердцу, то возите их обязательно на бручной кладе, потому что лишиться дорогой игрушки это, конечно, очень грустно и неприятно. А случаи бывают всякие. Про зарядку. Игрушки, если мы не будем говорить про наше благородное происшествие, то они либо перезаряжаемые с каким-нибудь шнуром, либо на батарейках. С батарейками немножко проблематично в том, что это очень неэкологичный способ. С другой стороны, батарейки очень удобны в поездках, потому что достаточно купить батарейки или взять их с собой, и вне зависимости от того, есть ли у вас временно под зарядку игрушки, у вас всегда будет что-то работающее. Поэтому, если вы используете все-таки батарейки, во-первых, пожалуйста, относите их туда, где их будет правильно утилизовать. Другой способ, вы можете просто покупать перезаряжаемые батарейки, аккумуляторы, регулярно их перезаряжать от сети и использовать их, и поэтому вы продлите им достаточную жизнь. Я в свое время выкинула огромное количество батарейок, очень сожалею об этом, и сейчас стараюсь покупать все-таки перезаряжаемые игрушки. У того же Фонфактори, это не рекламная акция Фонфактори, просто они делают классные вещи. У них есть такая идея, у них есть перезаряжаемые батарейки, аккумуляторы, которые находятся внутри игрушки, и они заряжаются магнитной зарядкой обычной, которую присоединяешь к игрушке. Это очень удобно, то есть вы даже никогда не раскрываете, не раскручиваете, не вынимаете, а просто подключили, и все, оно зарядилось. Если же говорить о магнитных зарядках, есть еще один такой хинт. Большинство магнитных зарядок одних игрушек подходят к другим. Не всегда это случается, но если вы поменяли игрушку, от нее осталась зарядка, никогда их не выбрасывайте, храните, потому что, возможно, вам она понадобится. Просто проверьте. Пришли к важным моментам, к первому выбору. Что вообще начать, когда мы покупаем игрушку? Кролики стали ужасно популярны после того, как в 98-м году их показали в сексе в большом городе, потому что там, конечно, все героини были абсолютно счастливы. Но мы-то сейчас знаем, что, во-первых, не все женщины счастливы вагинальным проникновением. В конце концов, у нас бывают разные потребности, разные желания. Во-вторых, с 98-го года прошло просто так много времени, и за эти два года, простите, вот эта вот розовая фентифлюшка с уносным пультом, это не то, что мы хотим. Мы хотим нечто более элегантное. Поэтому всегда, во-первых, помните, что самое главное, это клитор. Неважно, с какой стороны вы его стимулируете. Просто подумайте о том, что вы хотите, в каком месте вы гарантированно что-нибудь получите. Разумеется, если вы хотите экспериментировать, то вы можете прикупить что-нибудь, приобрести что-нибудь, что вам в этом поможет. Но самое главное, ну, конечно, всегда помните о том, о своих желаниях, а не о том, как это могло бы выглядеть. Потому что есть, я знаю очень много очень молодых девушек, которые первую игрушку покупали, такой, знаете, как Рокоси Фредди. Вот, они думали, вот сейчас я возьму этот конский девайс, и все будет хорошо. Но, конечно, это не помогает, потому что сами по себе девайсы, они счастья не приносят. Счастье приносят знание того, что нам нужно, и грамотное использование. Затем самый простой и самый лучший материал для первой игрушки это, конечно, силикон. Он мягкий, он комфортный, его можно использовать в разных местах, за ним легко ухаживать. Единственная проблема силикона в том, что бывает очень много силиконовых игрушек, к которым все прилипает. Волосы, пыль, это все не угодно, как чебурашка. Вот, но если вы помните про то, как правильно мыть и правильно ухаживать и правильно хранить, у вас такая проблема не возникнет, потому что вот, где он? А, где-то там. Вот, например, вот к этому прилипает очень многое, а вот к этому почти ничего. Но это не значит, что вот это гораздо лучше, чем вот это. Все зависит от ваших целей. И вот это, оно хранится, хорошо моется, хранится в косметичке, никаких проблем вообще не возникает. Затем есть правило двух пальцев. Выбирайте диаметр, вот примерно два пальца. Потому что кажется, что два пальца это очень мало, но это же диаметр, это не про объем, потому что объем здесь вполне достаточный. Более того, очень часто женщины попадают в две крайности. То есть, одна я возьму что-нибудь большое, и потом не в состоянии справиться. А другой я возьму что-нибудь маленькое, потому что ее такая узенькая. Но дело в том, что женское влагалище очень пластичное. То есть, мы это сами знаем. То есть, у нас может не возникать никаких проблем с большим пенисом, но при этом бывает неприятно и может быть больно засунуть маленький тампон. Почему это происходит? Потому что, когда женщина возбуждена, влагалище удлиняется и расширяется. И кроме того, появляется много лубрикантов, много естественной смазки. И тогда не возникает никаких проблем с более крупными девайсами. Поэтому эта история про один маленький тампон, с которым возникают большие проблемы, она, да, может подтверждаться, например, каким-нибудь заболеванием, как вульводиние. Но у большинства женщин на самом деле не возникает вот проблем с девайсами примерно такого размера, если они достаточно возбуждены. То есть, главное, это возбуждение. И понятно, что нет никакого смысла заниматься сексом даже сама с собой, если возбуждения нет. Сначала возбуждение, сначала мы, значит, проигрываем какие-то картинки, гладим себя, делаем себя хорошо, и только потом уже проникновение. Скоростной режим. Всегда ищите что-нибудь, с чего есть несколько режимов. То есть, у такого рода игрушек их бывает от пяти до десяти, плюс еще разные рисунки, вибрации. Но главное, это несколько несколько режимов, несколько скоростных режимов, и обычно назвала их режимы интенсивности. Потому что разным женщинам подходит разная интенсивность. И в зависимости от того, что вам конкретно нужно, и в какой конкретный день цикла, и как вы себя конкретно чувствуете, какой у вас, не знаю, стресс был сегодня на работе, вам могут подходить разные режимы. Поэтому, просто для того, чтобы вы могли экспериментировать, ищите именно такое. Выберите для себя, каким образом нужно заряжать, потому что, как-то история с батарейками и с зарядками. Большинство девайсов водонепроницаемых, и на них всегда написано, они заряжаются через магнитную зарядку. То есть, вам не нужно ничего рассовывать, вы просто подключаете шнур. Шнуры, как правило, сейчас с USB-выходом их подключаешь либо к ноутбуку, либо к маленькому переходнику и к розетку. С этим тоже не возникает проблем. Как хранить, вы тоже для себя определите, потому что очень многие покупают какие-нибудь такие девайсы, которые выглядят как игрушки, например, или просто какие-то такие отвлеченные предметы, предметы интерьера. И поэтому думают, что никто этого не заметит. На самом деле, наоборот, чем менее игрушка похожа на секс-игрушку, тем больше шансов, что кто-нибудь ее куда-нибудь упрет. Особенно это важно для тех, кто живет не один. Это важно для тех, к кому приходят в квартиру убираться. Когда игрушка выглядит как игрушка, так, цепись. хорошо, игрушка как секс-девайс, большинство людей не захотят ее трогать, если это не ваш партнер. Поэтому в этом смысле это гораздо безопаснее. Поэтому, как только вы определитесь с несколькими этими моментами, ваш выбор гораздо, ну, сильнее сузится и вам будет проще выбирать, потому что, понятно, игрушек очень много и выбирать сложно. Да, я хочу отдельно рассказать про вакуумные стимуляторы. Почему они такие популярные? Во-первых, потому что это совершенно новая штука, мы все очень любим новое. Во-вторых, она крута тем, что это бесконтактное всасывание. То есть, вы, конечно, прикладываете к коже, но сам клитор, он не прикасается к этим стенкам, он просто всасывается за счет вакуума. А это значит, что это значит, что он никак не натирается и не теряет чувствительности. То есть, после каждого оргазма вы можете практически сразу переходить к следующему оргазму. И это классно. До секса, после секса, во время секса вы можете получать столько, сколько вы хотите. И, кроме того, это очень быстро. До этого такое счастье было только с Hitachi Magic Wand, вот это, знаете, огромной большой такой штукой, которая работает как отбойный молоток и просто нет шансов от нее уйти. Хотя, на самом деле, один шанс есть. Я даже скажу, как это делается. Вам нужно просто минуту 3 думать о чем-то отвлеченном, пока она работает. После этого вошли-то теряя всякую чувствительность, потому что очень, ну, сильно стимуляция, и никакого оргазма не случается. Так вот, с этими штуками с вакуумными, это практически избежать этого почти невозможно. Если, всегда возникает вопрос, поскольку у нас есть два бренда основных, которые сейчас их пускают, есть, конечно, уже и другие, вот, но эти самые популярные. Всегда вопрос, что брать Satisfire или Womanizer. На самом деле, это очень легко решить, что нужно взять. Satisfire дешевле. Значительно дешевле. Поэтому, если вы берете что-нибудь для себя, у вас ограниченный бюджет, то не вопрос, берите Satisfire. Несмотря на то, что они все говорят о том, что у них совершенно отдельный способ действия, это все просто способ обойти патентное, патентное бюро. Вот, они все действуют примерно одинаково. А Womanizer очень хорошо для подарков. У них очень разные формы, у них очень классная упаковка, к ним есть кейсы для хранения. Они прям выглядят очень здорово, очень дорого. Поэтому, для подарков они просто вот совершенно идеальны. Кроме того, у Womanizer совершенно свой бывает особенный дизайн и поэтому легко определить для какого-то конкретного человека, что вы хотите ему подарить, потому что бывает похоже на предмет искусства просто. Вот. А Satisfire очень хорошо для женщин помоложе, для женщин с ограниченным бюджетом и для женщин, которые совершенно не против купить девайс в простой картонной коробке, а потом самой найти, куда его переложить. Как еще, еще один хинт, как выбрать себе правильный девайс. Во-первых, когда вы берете вот такую модель, почему у меня их две, они выпустили такую модель из своих Pro и выпустили в двух видах сначала одну, потом другую. И вам лучше брать вот эту, на которой написано есть такая надпись Satisfire. Если надписи нет, то, пожалуйста, не берите его, потому что он не водопроницаемый. Точнее, наоборот. Ну, в общем, короче, в воду его нельзя. Тот, на котором надпись Satisfire есть, он совершенно идеальный, он немножко тяжеловатый, он их флагман, с ним никаких проблем не возникает. И мой самый большой любимчик сейчас это пингвин, они сейчас выпустили его в новом дизайне в виде пингвинчика, он такой черный и с красной бабочкой. Он такой, знаете, Джеймс Бонд. Satisfire, Джеймс Satisfire. Он, правда, очень крутой, прям вообще идеальный. Но у них есть инститис файлов и вуманайзеров, есть такая штука. У них, они, в общем, поскольку они действительно не прикасаются, но у них есть силиконовые насадки, которые довольно прочные, и их можно менять, они еще отдельно, продаются в некоторых, к некоторым девайсам, они прилагаются по несколько штук, например, к этому прилагаются еще другой формы, тоже насадка красная, хотя и разница, честно говоря, большой не заметил, можно любую использовать. Чем хороши эти насадки? И эту насадку можно поменять и, соответственно, выдав с новой насадкой или с новой упаковкой насадок невскрытой, отдать какой-нибудь другой женщине. То есть, неважно, есть в этом с ней отношения и секс или нет, но никаких гигиенических проблем с этим не возникнет. Это, конечно, очень большое преимущество таких игрушек по сравнению с остальными. Например, вам не подошло или просто там, не знаю, вы решили, что вам больше не нужно. Это касается только тех устройств, у которых насадка крупная, потому что, например, если взять пингвин или взять вот этот вот делюкс, который тоже довольно прикольный, у них такие тоненькие насадочки, и поэтому сама игрушка, она все-таки прикасается к промежности, и это не очень гигиенично передавать, то есть все-таки секс-игрушки это для индивидуального потребления. Важно, всегда говорю, если вы не знаете, какую игрушку купить, и вот пусть в голову ничего не приходит, начните с лубрикантов, потому что лубриканты, они вообще способны доставить еще много новых ощущений. То есть зачем вообще нужна лубрикация? Потому что часто считается, что если женщина достаточно возбуждена, у нее достаточно собственной смазки, и все нормально, а если у нее мало собственной смазки, то значит она не возбуждена никакого черта и вообще приступать к сексу. Но это неправильно, потому что существует такое явление, как нонконкордантность. Тьфу! Нонконкордантность. Да, точно. В чем оно выражается? У разных людей, в зависимости от пола, возраста, по-разному, реакция на сексуальную стимуляцию, то, что они считают возбуждением, не совпадает. У мужчин несовпадение достигает всего, что на 10%, у женщин 50%. То есть женщина может считать, что она возбуждена, она готова заниматься сексом, но ее половые органы никак вообще на это не реагируют. И наоборот, ее органы вполне реагируют, у нее полно смазки, у нее, значит, влагалище зовет, а сама она не чувствует себя психологически возбуждена. И она не готова. Такое случается чуть ли не в половине случаев. Приводились исследования. Одни считают, что это означает, что женщина сама не знает, чего она хочет. Знаете, как в 50 оттенках серого потекла, значит, все, сейчас я с тобой буду делать все, что ты хочу. На самом деле, ты хочешь, сейчас тебе все расскажу. Это неправильно. То есть мой подход, женщина сама в состоянии определить, чего она хочет в данный момент. И все-таки наша психологическая готовность гораздо важнее. поэтому если мы не хотим заниматься сексом, то вообще попросить наши гениталии нам не указ. Но если мы хотим заниматься сексом, а наши гениталии что-то как-то не очень раскачались, надо им помочь. Для этого, опять же, помогают игрушки, помогают фантазии, а для лубрикации помогают лубриканты в баночке. Баночки – это хорошо. Баночки бывают не только с кремом, они бывают с лубрикантом. Самые универсальные лубриканты – это на водной основе. Они подходят ко всему можно заниматься сексом, с презервативами, с игрушками любого вида, вообще никаких проблем. Поэтому я всегда за них очень-очень поплю, потому что, ну, просто такая универсальная вещь. На силиконовой основе чем они лучше? На силиконовой основе лубриканты хороши тем, что они очень долго не пересыхают, потому что, если лубриканты на водной основе вам хватает примерно объема в одну горошину минут на 15, то на силиконовой основе это может быть полчаса и дольше. Это хорошо для анального секса, это хорошо для продолжительного секса, когда вы не хотите отвлекаться на банку. И у них бывает более приятное скольжение, но, опять же, это очень-таки индивидуальные ощущения. Чем плохие лубриканты на силиконовой основе, они не сочетаются с силиконовыми игрушками, потому что, опять же, это разные полимеры, и игрушки разрушаются. хорошая штука разогревающие лубриканты. Это подарок разогревающий? Да, разогревающий насколько на основе. Да. Разогревающий чем хорошие? Они, опять же, готовят к телу, они помогают. И даже, если вы абсолютно уже готовы к сексу, они просто помогают, усиливают ощущение. Это тоже очень крутая штука. То есть, не обязательно иметь полный арсенал каких-то девайсов. Просто используйте средства для того, чтобы подготовить ваше тело, и дать ему больше новых ощущений. Есть средства для усиления оргазма. Они обычно клиторальные, либо, как говорят, наносите на точку G, но на самом деле, понимаете, вам придется намазывать на всю переднюю стенку влагалища в надежде, что вы попадете на ту точку, которую они называют точкой G. Но, как правило, это наносится на головку клитора, нужно нести одну каплю и порождать минуту-две, и вы почувствуете очень сильный приток, и после этого оргазм феерически очень быстро, правда, часто быстро заканчивается, но вы можете повторить, это не вопрос. Если вы их используете, то сначала вы используете средства для усиления оргазма, чтобы оно успело проникнуть, а потом уже через минуту или две, когда почувствуете, что оно впиталось, уже наносите какой-нибудь лубрикант, в противном случае просто лубрикант может создать преграду для проникновения. Хорошего что нам нужно знать про лубриканты? Если вы не знаете, что брать, берите маленькую упаковку, потому что у лубрикантов есть срок годности несколько месяцев. Вы открыли, за несколько месяцев нужно использовать. Если вы берете большую бадью и у вас не очень регулярный секс или вам не очень часто нужен лубрикант, то просто будут выборшенные деньги. Поэтому, если хотите попробовать много разных, то не берите большие бутылки в надежде, что, знаете, как шампуни уже все годами ими пользоваться. А этот номер не пройдет, берите маленькие. Зато вы сможете попробовать сразу несколько. Но при этом в больших частях чаще встречается дозатор. Дозаторы гораздо удобнее, чем крышечки, просто потому, что можно пользоваться одной рукой. Даже простые аптечные всякие контексты и дюроксы, они обычно с дозатором и воздух меньше попадает, и выливается сколько нужно. Ну и вообще, это просто удобно. Можно делать это не глядь, и даже потерять крышечку, и ничего страшного не произойдет. Поэтому я всегда очень рекомендую с них начинать и ни в коем случае их не игнорировать, и особенно, конечно, обязательно, когда вы используете секс-игрушки. Вам необходим лубрикант. Единственное исключение, вы используете только для вагинального проникновения, без стимуляции снаружи, и у вас уже очень много смазки. То есть, это единственное исключение, когда вам лубрикант не нужен. Во всех остальных случаях, если вы хотите, чтобы вам было приятно, чтобы не было болезненно, чтобы не было травм, натертости и так далее, вам нужен лубрикант. Для вакуумных стимуляторов, как правило, лубрикант не нужен, некоторым нужен, просто достаточно нанести немножко вот сюда. Все остальное вам не понадобится. Важное, как считать отзывы. Сейчас появилось много секс-блогеров, я молодец, я проложила дорогу, которые пишут про игрушки, я очень рада, потому что, понятное дело, один человек не в состоянии охватить все. как определить, это реально хороший отзыв, либо какой-то ангажированный, и вообще может ли он быть вам полезным. Есть очень-очень простое решение. Знаете, есть такая штука, называется анбоксинг. Это видео, когда люди распаковывают какие-то игрушки, которые им присылают, какие-то вещи, и подробно рассказывают, и, как правило, пламя на ролик, это такое шуршание упаковок, которое медленно раскрывают. Особенно это очень популярно для всякого диснеевского мерчендайза. И очень многие дети любят смотреть, просто часами смотрят анбоксинг, как раскрывают какую-нибудь фигуру русалочки. И, значит, все это распаковывают. Так вот, если половина или хотя бы треть фотографий в посте с обзором занимает анбоксинг, это потом у него такая классная коробочка, у него, значит, такой крутой мешочек, то, скорее всего, человек, который это писал, совершенно не пробовал эту игрушку, потому что ты пробуешь эту игрушку, у тебя возникает огромное количество мнения по этому вопросу. И тебя эта коробка совершенно не интересует. Ты можешь сказать, что у меня есть хорошее или что плохое. На это хватит трех предложений. Там и одной фотографии. Все остальное, все эти... А есть такая еще классная штучка, чтобы завернуть проводок. Нет. Это значит, что человек не пробовал эту игрушку. Вам совершенно не нужно его мнение, что он написал. Скорее всего, он просто пересказывает то, что написал производитель, либо что есть после релиза. Поэтому, вот реально, это самый лучший способ для того, чтобы определить полезный отзыв или нет. Все остальное, конечно, может быть очень индивидуальным. Но вы всегда можете выбрать одного-двух блогеров, которые об этом пишут, которые говорят по-вашему, как вам кажется, об этом честно. Если они хотя бы иногда кого-то ругают, то наверняка это честные блогеры более или менее. Во всяком случае, врут они редко. Потому что, если им всегда что-либо хвалят и говорят о том, что я унеслась на пик наслаждения, там еще как-то, то скорее всего это очень ангажированные какие-то люди. Не нужно очень много обращать на них внимания, потому что игрушки бывают неудачные. Даже у самых классных брендов бывают просто неудачные девайсы. Бывают игрушки, которые не подошли к конкретному человеку. Это тоже абсолютно нормально. И поэтому, если им нравится все, то это значит, что либо это их третья игрушка в жизни, они просто очень счастливы, либо им просто платят за хорошие вызовы. Советы. Вот прямо сейчас пойдем с полезными советами. Что делать? Как определить размеры? Есть сайт idenfantasy.com. Вообще это секс-шоп, но они не доставляют в Россию, поэтому мы используем его только по одной схеме. У них практически в каждой игрушке есть кнопка actual size, то есть реальный размер. Что вы делаете? Вы проходите на эту страницу, и там игрушка рядом с линейкой, а также с картой. И вы гоняете бегунов, которые здесь есть, для того, чтобы приложить линейку к монитору, либо, собственно, в вашу собственную банковскую карту, для того, чтобы совпал размер. И тогда вы увидите, какого размера реального эта игрушка есть. И вы просто удивитесь, вы можете просто попробовать, и вы удивитесь, насколько ваше представление о размере не совпадает с тем, какой это размер в реальности. Поэтому перед тем, как покупать что-нибудь онлайн, просто сделайте это, и вы просто убережете себя от каких-то бессмысленных покупок. С другой стороны, какие-то покупки вам могут оказаться, прям вам покажут, что они вот то, что нужно. Затем, когда вы выбираете магазин, ищите не лучшую цену, ищите лучший сервис. Ищите хорошие отзывы, реальные отзывы. Ищите, чтобы они вовремя доставляли, чтобы у них были там непрозрачные упаковки, потому что для многих это важно, для того, чтобы у них саппорт хорошо работал, чтобы они вовремя отвечали на вопросы. Потому что в таком случае, если у вас, знаю, что бракована игрушка, или там с ней будут какие-то проблемы, выше шансы на то, что вы сможете эту проблему решить. Ваши деньги не будут выброшены. То есть в таком случае, если в этом магазине цены выше, вы просто, ну просто платите за страховку, потому что, ну никто не застрахован от того, что не возникнут какие-то проблемы при покупке. Не пугайтесь того, что сделано в Китае. Все сейчас делается в Китае. Главное, не то, где производится, а то, кто это контролирует. Если это понятный европейский, американский, японский бренд, и все это сделано в Китае, совершенно не страшно. Страшно, когда это сделано в Китае, названо китайским именем и продается неизвестно кем. Вот тогда становится не по себе. А все остальное нормально. Консультанты в магазинах очень много знают. Бывают консультанты, которые только пришли, стесняются, не понимают, ну скипните, найдите другого консультанта. Они, через них проходят очень много покупателей. Они проходят тренинги. Они могут вам объяснить какие-то вещи. И главное, что консультанту абсолютно на вас наплевать, как на человека. Потому что он не будет потом встретить вас на улице и не подумать, а, я помню, он купил анальную пробку. Они про вас забудут. Для них главное это удовлетворить вот вашу конкретную потребность. Сейчас дать вам что-нибудь такое, что вам понравится, и вы придете потом еще. Вот в чем задача консультанта. Поэтому не бойтесь консультантов, разговаривайте с ними. И даже если вы решили ничего не покупать, не чувствуйте себя обязанными. Потому что, если это приличный консультант, то вы потом к нему еще придете, когда у вас в голове что-нибудь появится все-таки желание. Поэтому они работают именно для того, чтобы вы были удовлетворены. И это ваши друзья. Есть правило минус 15%. Я его вывела в свое время для себя. А если вы покупаете какую-то одну из первых игрушек, или просто вы не знаете насчет этой игрушки, у вас нет уверенности, просто определите максимальную цену, которую вы готовы за нее заплатить, и не умерете от ужаса. И выучите 15%. И вот примерно за эти деньги и покупаете. В таком случае, если она вам не подойдет, вам не будет настолько мучительно больно, как если бы вы заплатили полную цену. И, кстати говоря, сегодня для всех это исключительный случай. В этом месте скидка 10%, если вы что-нибудь купите. Не 15%, но, тем не менее, неплохо. Можете поэтому поправить свою внутреннюю настройку цены. Если в магазине играет музыка, попросите ее выключить. Для чего это нужно? Некоторые игрушки ужасно шумят. Если вы живете не в одиночестве, если вам нужно как-то шифроваться, там, родители, соседи по квартире, еще там что угодно, они могут услышать прям реально, потому что бывают игрушки, которые жужжат, визжат. Сатисфайз. Да, но сатисфай, кстати говоря, когда... Да, он шумный. Когда вы ставите его на место, он переставит быть шумным. Но для того, чтобы понять, насколько, ну вот, правда, все это реалистично, попросите выключить музыку. Кроме того, всегда помните, что игрушка может быть немножко разряженной, потому что до вас тоже и смотрели разные люди. поэтому всегда сделайте там, ну, небольшой коэффициент с поправкой. Используйте нос. Это тоже важно. Не только для того, чтобы понюхать, воняет она или нет, но вы можете сделать вот так. Сейчас. Мы молодцы. Так. Давайте. Вот. Мы используем вот это. Да. Сделайте вот так. Тогда у вас возникнет представление о том, как это используется, как это будете чувствовать в нужном месте. Вот. Есть, конечно, вариант еще прикаснуться к губам, но я думаю, что это не гигиенично, а к носу нормально. Потому что есть идея, конечно, прикладить к руке, еще как-то, но там совсем другая чувствительность. Мы постоянно делаем им какие-то вещи. А к носу мы прикасаемся редко достаточно. И кончик носа, он прямо, он достаточно гибкий, потому что там вот хрящ примерно вот досюда. И вы можете понять, какого уровня у вас будет вибрация, куда-то нос у вас болтает, сюда-сюда, вы думаете, нормально. Это оно. Вот серьезно, это прям отлично работает. Я знаю, что мы сейчас выйдем и все начнут прикладывать к носу, но фотографа нет. Вы можете делать, что хотите. Затем, странная штука, я говорю, лело имеет смысл. Очень многие не верят в это, потому что лело очень дорогие игрушки. Ну, это, во-первых, правда, хороший подарочный вариант. Во-вторых, у них есть очень классная вещь. Они, как дорогие сумки, с каждым девайсом у вас есть маленькая карточка с номером. Этот номер вы можете зарегистрировать на их сайте. И в случае, если у вас возникнут проблемы в течение 10 лет, вы получите большую скидку на покупку следующего девайса. И у них, по-моему, годичная гарантия на все. Но вам нужно хранить чеки, потому что они отчитывают использование от того, что указано в чеке, от дня покупки, а не от дня регистрации, потому что вы можете очень хитро найти, использовать, через 2 года зарегистрировать и потом получить еще 10 лет. Нет, этот номер не пройдет, храните чеки. Лелы очень дорогие, они шикарные, но если вы думаете, что они слишком шикарные для того, чтобы им пользоваться, это неправда, они сделаны на совесть. Ну, просто это такой вот люкс, который вот прям как с сумками с дорогими, правда, имеет смысл, если вы хотите во что-то такое вложиться, ну, потому что они думают о своих потребителях. Но если вам вы не очень заинтересованы в люксе, заинтересованы просто в каких-то классных игрушках, которые вас будут радовать, то используйте как раз идеи про минус 15, и, конечно, трясите консультантов, они вам помогут. Для двух хвостов двойной мотор. Это важный метод. О чем я хочу сказать? Раньше очень часто вибраторы имели только один мотор, и поэтому невозможно было отключить одну из частей. Сейчас вы можете выбирать, каким образом что использовать. К примеру, есть женщины, для которых важна наружная стимуляция, но нужна очень слабая внутренняя, или просто нужно внутреннее проникновение. Или же наоборот, внутри им кажется, что нужно, чтобы как следует был отбойный молоток, а снаружи ничего не надо, или почти ничего. Вы можете, когда есть отдельные кнопки для регуляции, есть отдельные моторы, вы можете это регулировать, и становится гораздо более удобным. Кроме того, интенсивность можно достичь гораздо более серьезной такой интенсивности, поэтому если вы берете вот такие, то, что раньше называлось кроликами, а сейчас, ну, просто называется вагинальным, клеторальным стимулятором, то это называется двойное проникновение. Двойная стимуляция. Просто ищите стоимость для мотора, это гораздо удобнее. Игрушки нет для собак, это правда. Моя собака съела две, в том числе вот такую. это было страшно. И еще одну игрушку, которую мне прислала Шерезин, это производитель таких классных игрушек из Великобритании, она мне, значит, самостоятельно перед выходом новой игрушки прислала девайс, который прожил два дня, хорошо ее успел сделать фотографию и тест-драйв, а потом собака его сожрала, потому что они очень мягкие, классные, упругие, собачки их очень любят, поэтому держите их как можно дальше. И они, разумеется, как бы мы их не мыли, они пахнут человечной, вот, поэтому просто имейте это в виду. Запаситесь презервативами, это важно, потому что, если вы используете с кем-нибудь, либо вы хотите попробовать анальное поникновение, там еще что-нибудь, лас, посудь презервативы. Не на все игрушки они налезают, со многих игрушек не могут сваливаться из вибрации, просто будут скатываться, вот, это не очень приятно, поэтому смотрите, конечно, форм-фактор, но главное, никогда не стихняйтесь использовать презервативы с игрушками, потому что никакой проблем не возникает, но могут наоборот решить много проблем. Ограничения работают, ограничения, это как раз то, о чем я говорила, игрушки для анального секса должен быть ограничителем, иначе вы ее потеряете внутри, это неприятно. Кроме того, ограничитель помогает, поскольку есть какие-то внешние ощущения, вы можете понять, не вылетает ли она наружу и вовремя поправить. Это бывает важно, например, если участников много, и вы сильно отвлекаетесь. И покупайте наборами, то есть сразу поделите, что вам к игрушке нужно. Вам нужен лубрикант, вам нужны батарейки, вам нужна, не знаю, косметичка, просто когда покупайте, составьте мысленный список и все прикупите, потому что в противном случае вы пойдете домой и обнаружите, что у вас нет того, другого, и будете беситься. Вам нужны срезы для мытья. Сразу просто метите все, и у вас будет полный набор. Привычные бренды, как правило, используют, они поставляют игрушки уже заряженными. Это удобно. Но все равно проверяйте на всякий случай, потому что если вы проверили на месте, обнаружили, что она не заряжена или к ней нет батарейки, то вам нужно либо прикупить батарейки, либо, когда вы приедете домой, пойти и посмотреть сериал и самую, значит, воткнуть, включить, пока она зарядится. Просто всегда немножко планируйте свои действия, потому что момент покупки, он не всегда дает вам вот этот пик наслаждения, который нам обещают. Вот, сразу. Нет. Иногда к этому нужно положить некоторое усилие. Собственно, это все. Спасибо вам большое. Я буду рада, я буду рада ответить на все ваши вопросы, потому что я думаю, что в процессе их возникло много. Да? У них профдеформация. У них профдеформация. Есть такой сайт, знаете, Beauty Insider, блог косметики. У них недавно была прекрасная статья про девушку, которая, значит, оделась получше и пошла по пластическим хирургам с вопросом, мне очень не нравится моя внешность, чтобы мне исправить. Короче, это высокая красавица с вот такой талией, с вот такой вот грудью, своей собственной, с вот такими вот волосами, глаза. Короче, она красотка. Они все выкатили щечек по 2 миллиона рублей и просто с кучей всего, что нужно исправить. Некоторые говорили, вот тут ухо оттопырилось. Это называется профдеформация, поэтому немножко скипайте это. Нет, делайте то, что говорят, если считаете нужным. Просто здесь история про 23 года. Смотрите, у вас могут возникнуть проблемы и 18 лет. Вот. Но если не возникли проблемы, если вы об этом говорили с врачами, если вы это обнаружили самостоятельно. Но если до этого с проблем нет, то не надо. Другое дело, что прикольно делать что-нибудь новое. Почему я это сравнила с танцами? Прикольно, но научиться танцевать танго. Вы обнаружите мышцы, о которых вы никогда не слышали. Вообще, которые вы никогда не чувствовали в себе. Точно так же вы почувствуете, что вы можете делать новые вещи, а поскольку это же мышцы, они все тянут внутри за собой, вы можете получить новые ощущения. Вот. Такого прямо, что вы обязаны делать, нет, так же, как вы не обязаны танцевать танго. Ну тогда вот еще любых про пульс тоже, да, с любого, да, что там как раз-таки нам все обещают, что мы будем делать и так, и так, и вот так, и вот так, то есть, это не правда. Нет, почему? Вы можете делать очень много разных, просто вопрос, что вам нужно для вам это, то есть, если вы хотите делать, если вы не хотите сказать, что это не правда, что нужно слушать себя, контролировать их, на что там будет... Нет, я говорила о том, что вам не обязательно заниматься не в 23 года, не в 53, это исключительно по собственному желанию. А сейчас, что-то, что-то другое спрашиваю, что вы сказали, что глаз в мускулатуре не работает, что они возьмут ее премию, говоря о том, что вы будете так уметь. У нас есть наружные мышцы, которым мы пользуемся, поскольку в нашем теле ничто не существует отдельно от всего другого, они все подсоединены. Поэтому, когда мы используем, даже сейчас, попробуйте представить, что вы не хотите мочиться и вот так вот сжать, вы почувствуете, что у вас сжалось очень много всего вокруг. То есть, как правило, первое упражнение, которое советуют, это сначала сжать мышцы, то есть, представив, что мы не хотим по маленькому, а потом, что не хотим по большому. И оказывается, что делать это попеременно довольно сложно. То есть, мы не умеем этим управлять. это самое простое упражнение, с которым обычно все начинается. И когда ты понимаешь, что да, как же там неуправляемо все. Вот. Но когда вы уже хотя бы это простое упражнение научите сделать, вы почувствуете разницу. Вот. И действительно, то есть, когда вот прям сейчас делаете, вот чувствуете, например, здесь, здесь ощущение. Ну, то есть, это нормально. Конечно, вы будете чувствовать разные вещи и будете давать другой отклик, обратную связь. Хорошо, спасибо большое. Какие дети, есть у вас? Нет. А у кого есть дети, тем более подростки? и как вот хранится кликаешь? Ну, я думаю, в ящике... А девять за весом? Хороший вопрос. Не задумывала. Я думаю, так же, как от собак. В ящике со скучными документами. В ящике со скучными документами. Знаете, где свидетельство бралак или же... Никто туда не смотрит. цель нашего приходит сюда, и не следует на шерсть к этому вопросу. И поэтому, если у вас сегодня нехранжевское решение, ну, вы его аккуратно измените, то и даже если вашу дружку, ваш ребенок, сын, дочь, подросток обнаружат, то никакой отрицательный реакции не последует. Я думаю, что это все-таки личное. Иногда бывает неприятно, когда видят, что у тебя есть. Например, трусы с вырезом. Мне очень хочется показывать это детям. Потому что эти шуточки про трусы с вырезом могут испортить любой завтрак. Я понимаю, это желание припрятать. У каждого человека есть личное пространство. То, что мы не выносим даже каким-то членам семьи, либо можем только в определенных ситуациях. У каждого рассказывали, а не все с пазиатилами нормально взаимодействуют? Не все. Во-первых, на них обычно это написано. Точно не нельзя использовать ничего на жировой основе. Бывают на них написано либо жировая основа, либо масляная основа. Это разрушает латекс. Презервативы бывают полиуретановые, с ними можно использовать практически все. Но основные презервативы все-таки латексные, и латекс разрушается от жиров. Поэтому никакой крем-вазелин использовать нельзя. Вы сказали про греющие смазки, а как значит холодящие? Это прикольно, но если вы только начинающий человек, я рекомендую начинать с разогревающих, потому что тогда вы лучше поймете, что вам нужно. Охлаждающие они тоже веселые, особенно когда их наносишь, например, на курс наружу есть смазки, которые наносишь, они немножко охлаждают, когда ты дуешь, они разогреваются. Это прикольно для игр в партнерских. Но если вам нужно для себя, для того, чтобы понять, чего вы хотите, то разогревающие это просто самый быстрый способ к возбуждению. Просто вы срезаете все углы. Это удобно. У меня вопрос про игрушки, которые дают новый разряд электрический. Можете сказать? Да, во-первых, ни в коем случае нельзя их делать самостоятельно. Есть очень много инструкций, как Ирдиоз. Некоторые используют аппараты для Дарсонвала. Не рекомендую. Главное, что очень важно знать про такие игрушки, и, кстати говоря, вот на этом пульсаторе, например, тоже это написано, ни в коем случае нельзя их использовать, если у вас стоит кардиостимулятор. Поэтому, если у вас не знакомый партнер, который вы в баре подцепили, и вы хотите на нем что-нибудь использовать, спросите, нет ли это как дистимулятора? Это важный вопрос. Может кому-то спасти жизнь, потому что люди часто об этом просто не догадываются, что есть такие ограничения. Эти игрушки, как правило, безопасны, потому что, если вы покупаете какой-нибудь MySteam или любой другой девайс с электростимуляцией в нормальном секс-шопе нормального бренда, у них просто нет такого разряда, чтобы он причинил вам серьезный вред. Он может быть неприятным, если он будет слишком интенсивный для вас, но вреда он вам не причинит. Вам необходимо прочитать инструкцию обязательно, потому что там будет указано, какого рода луприкант вам нужен, какой подходит для этих материалов. Они, как правило, бывают гипоаллергенными, потому что они ржавеющие стали. Ну, мало у кого есть аллергии, я таких людей не встречала, не знаю, бывает ли такое. И вам, конечно, нужно понимать, что этих игрушек огромное количество, как правило, это как бы некое устройство, которое, собственно, выдает электрические разряды. И всякие штуки, это могут быть вибраторы, это могут быть анальные пробки, это могут быть какие-то девайсы на руки, через которых они проходят. Если вы хотите что-нибудь такое попробовать, вам проще всего попросить кого-нибудь знакомых погонять этот самый ящик и купить игрушку самостоятельно, потому что если вы будете покупать сразу все, то может оказаться, что вам просто не подойдет. Я, честно говоря, вот сама я лично электростимуляцию не очень понимаю. Вот, то есть она мне ничего такого не дает. Но у большого количества людей бывают приятные ощущения, потому что это милостимуляция, она вызывает сокращение мышц. А, собственно, наши оргазмы-то это и есть, в том числе и сокращение мышц. Это могут вызывать какие-то быстрые непоизвольные оргазмы. У кого как? По-разному бывает. У мужчин очень популярны бывают анальные стимуляции с электричеством. Для меня это звучит довольно страшно. Но поскольку это все безвредно, я понимаю, почему многим нравится. кроме того, к мужчинам бывает легче подойти с этим электричеством. Да, просто потому, что они воспринимают как нечто более брутальное. и поскольку это еще ну, понимаете, это вот не вот это вот, это вообще что? А это же электричество? Серьезная штука, инженерная. Главное, не давайте ему ничего чинить. И, разумеется, если у вас там повреждены провода, повреждается игрушка, ни в коем случае этого не делайте. Вы пытаетесь понятия не имею. Честно говоря, это хороший вопрос, надо разобраться, где это могут починить так, чтобы это было надежно. Не знаю, надо будет выяснить, потому что все-таки все, что связано с электричеством, должно быть использовано очень аккуратно. Таня, спасибо большое за лекцию. Вот, мы обратили внимание на стренде. У фанфэктори была такая непонятная штука, похожая на ската. Коврик? Коврик? Силиплавый мяк? Что это такое? С чем это едят? Это не фанфэктори, это, напомни, пожалуйста, как они называются? Это имтой. Да, это имтой у них, это штука вибрирующая, которую можно прикладывать к разным местам, которую можно прикладывать к мужчине, значит, его, значит, обнимать самое дорогое. Это многофункциональная штука для того, чтобы использовать на разных местах, потому что у многих бывают чувствительными разные места. Это могут быть внутренние поверхности, бедер, ступни, грудь, еще что-то. И поскольку, как правило, эти девайсы, они либо у них ощущение по длине, то есть, поэтому рассчитано на влагалище, либо на кончике, тут можно просто охватить большую площадь. У меня, например, во время оргазма становится очень чувствительной кожа головы вот здесь. Я, в общем, тыкаешь подушку и делаю вот так. Ну, потому что это очень приятно. Вот. А можно было просто положить в ту хрень, и такая... Ну, ротировать там нечего, потому что он такой вот лежит. Он называется скат. Да. Вы ему сможете просто подойти, попросить консультанта, он вам включит и сможет попробовать на себе. Арика, можно еще продолжать? Вот эта штука, всасывающая. Я, если честно, не заметила особого всасывания. Это, я так понимаю, проблема в вопросе нечувствительности той части всего, которую я... Ну, на самом деле, это работает на всех. То есть, я вам гарантирую. На чем это не работает, как правило, все очень часто думают, что это будет круто работать на сосках всасывания. На самом деле, для сосков нужны тогда уже вакуумные помпы, которые бывают в магазинах. Вот на сосках это не работает вообще. Еще важный момент, забыла сказать, забыла внести в презентацию. Если у вас есть где-нибудь пирсинг на тех местах, которым вы хотите пользоваться, вот, пожалуйста, снимайте его перед тем, как использовать игрушки, потому что могут произойти разные неприятные вещи. там где-то был вопрос. Да. Я по поводу смазки, которая для усиления адвазма. Вы сказали, что я должна наносить обе или музыку примерно. А если я внесу ее за 10 минут, она подействует или нет? Она подействует, просто это будет очень тяжелые 10 минут. Это будет такое вот ощущение, что вам будет очень-очень хотеться к ней прикоснуться. Обычно такие-то маленькие, очень бутылочки, потому что буквально требуются капли и вы не сможете использовать ее. Ну, вам понадобится время для того, чтобы все это использовать. Вот. вот реально можно сделать это как можно прямо перед самым подходом. Кроме того, если, например, бывают средства, которые вполне совместимы с оральным сексом, вот, и вы тоже можете получить гораздо больше удовольствия, тогда вам нужно будет, да, подождать там не одну минуту, а хотя бы минуты три для того, чтобы все впиталось, а потом уже подпускать партнера, чтобы он этого не наелся, вот, и у него не возникли спецэффекты уже во рту. Что? Да? Посмотрите, я просто... Да? Если используется правильная конструкция, не будет проблем с потерей чувствительности? Нет, с потерей чувствительности не будет проблем, просто потому, что если бы у нас возникали такие проблемы, то у мужчин, которые часто занимаются сексом, у них была бы потеря чувствительности пениса, а также не стирали бы его в ноль. На самом деле, наоборот, чем больше мы тренируемся, тем лучше. Другое дело, что к вопросу о нейропластичности, мозг всегда ищет самый простой выход, поэтому, если вы постоянно додолбите в одну и ту же точку, и очень сильно, и всегда очень интенсивно, вы можете просто переключиться на то, что вам будет доставить удовольствие только это. Поэтому так важно все время делать для себя побольше прекрасного, побольше удовольствия для себя. Очень хорошо, когда вы знаете, что именно вам доставляет удовольствие, что вы можете сделать это быстро, вы можете сделать интенсивным способом, не вопрос, часто просто нет времени для того, чтобы начать нежиться в ванне со свечами, но нет на это времени, и ванна бывает занята. Поэтому нужно использовать разные способы для стимуляции. Более того, тут я недавно использовала, у этой штуки есть несколько разных насадок, и в том числе одна такая с маленькими такими силиконовыми штыкками. Вот, а там был очень смешной момент, потому что я знаю эти насадки с силиконовыми маленькими штыкками, они похожи на щеточку, попадания очень мягкие. Мне все время кажется, что они какие-то слабенькие, но если не шевелиться, приставить к месту, то через какое-то время почувствуешь, как постепенно нарастает возбуждение, от которого вообще невозможно просто никуда уйти. Вот, несмотря на то, что я очень люблю максимальную, максимальные усилия, максимальную вибрацию. Просто потому, что если ты постоянно скармливаешь мозгу разную стимуляцию, вот, то он откликается на разное. Все-таки нейропластичность очень важная вещь. Да, где-то здесь было... Да. Я хотела уточнить, как работает вот эта голубая штука. Я на нее смотрела в этом магазине в свое время, и она меня наночила. Дело в том, что... В чем ее идея? Очень часто, когда мы говорим, что точка джи, точка джи, мантра, я называю «Святой Грааль». Да, ее название меня тоже смусило, что я везда, что джи, что-то там. Да. А, это джи-вайп. Вот, предполагается, что точка джи на передней стенке влагалища, та, которая ближе к лапку. Вот, поэтому большинство игрушек, они с таким, часто бывают с таким крючком, для того, что, значит, туда, вот туда долбите. Вот, а эта штука предполагает, что у нас в влагалище может быть много разных зон, вот, и поэтому в разные стороны. Поэтому просто делайте вот так, засовывайте внутрь, потом включайте, потом включайте, иначе у вас ничего не получится, если вы будете включить, а потом засунуть. Вот, и наслаждайтесь тем, что в разные стороны возникает стимуляция. Это можно использовать как вагинально, так анально, а также вы можете попробовать использовать одну часть снаружи, другую нет, но тогда он придется помогать себе руками. Вот, еще некоторые рекомендуют делать вот так во время минета. Я не пробовала и не планирую. Мне, честно говоря, я, честно говоря, не знаю, как это подействует на внутренние органы, на щитовину железу. Надо, кстати, спросить у врача, может, безопасно, я зря боюсь. Вот, в общем, я так не делаю, потому что мне кажется, что оральный секс мы можем давать более разнообразностью, чем просто выдавать вибрации и клацать зубами. Да. Я, наверное, хочу от всех выразить мнение, что лекция невероятная. Спасибо. У меня в качестве лекции возникли немножко другие, ну, как мысли. Вы несколько раз употребили слово «многие считают» или там «многие используют». Действительно, многие используют игрушки, активно развиваются в них, покупают, обмениваются мнениями, обмениваются мнениями с вами, вы обмениваете мнениями. Формат лекции – это одно, а поговорить с подругой или тем более приятельницей – это другое. Даже ваша, ну, работа, скажем так, в интернет, ну, скажем, это работа, или там бизнес, да, или там, ну, как бы, социальная там роль ваша какая-нибудь, да, насколько бы вы там откровенными не были, мы, читая это в интернет, всегда думаем, ну, это она там для денег написала, да, не потому что хочет себя выразить, а вот это ее работа, ее деятельность. А вот в реальной жизни насколько это направление действительно интересно поддерживается мнением. В России мало, вот, но дело движется, и я считаю, что движется к увеличению, а значит, это хорошо. Почему это хорошо? Потому что все, что доставляет нам удовольствие, это хорошо. Особенно, если оно безвредно, в отличие от серожных и всего такого. На Западе это очень распространено, очень много магазинов, практически семейных, проводится огромное количество мероприятий, у них свои собственные сообщества. Тот магазин, о котором я говорила, Eden Fantasy, у них вообще социальная сеть. Покупатели оставляют отзывы, набирают лайки, значит, у них есть свои собственные рейтинги, вот, ты можешь выбрать такого, значит, классного обозревателя, который сам себе что-то накупил, рассказал, вот, там очень много каких-то негативных отзывов, очень честно рассказывают. Это все очень захватывающе, игрушки таким образом рейтингуются. В России об этом говорят меньше, но я, честно говоря, начала вести свой блог, именно потому, что меня постоянно спрашивали про игрушки. Меня спрашивали знакомые, они спрашивали, спрашивали, мне так подоело говорить одно и то же лично, что я завела блог, чтобы говорить об этом более публично. И, кроме того, я сейчас вижу, что сейчас об этом стали гораздо, ну, больше говорить, то есть, меня подруга может сказать, а сходи со мной в секс-шоп, помоги мне что-нибудь выбрать. Раньше она просто обвиняками меня спрашивала про своих подруг, про вообще, вот, а потом, значит, тайно, значит, по кровь ночи шла в интернет-магазин, что-нибудь заказывала, ей это не нравилось, потому что она не умела задавать прямые вопросы. Я думаю, что чем больше люди будут открыты, чем больше будут говорить про свое удовольствие, тем лучше. Особенно это касается женщин, потому что у нас какое-то недохваченное поле удовольствия, нам нужно больше. И второй вопрос. А как это все сочетается с мужчинами? Как это все сочетается с мужчинами? Как это все сочетается с мужчинами? Нет, я имею в виду, не используете игрушку, а, ну, может ли ваш мужчина, ну, вдруг, там, допустим, партнер, да, или за сексуальный партнер, так вот открыто принять ваше, ну, увлечение, что ли, да, или там, общение, обращение, вот, девайсы? Ну, если говорить конкретно обо мне, то, конечно, уже поздно, в общем, со мной на клемма ставить некуда, поэтому все понятно. Но если говорить о мужчинах вообще, на самом деле, примерно 2 трети покупателей в России игрушек это мужчины. И девайсы для женщин чаще покупают мужчины, потому что женщины стесняются. Но в итоге приводит к тому, что они покупают вот это, они что-то более симпатичное, это драть невозможно. Но если мы сами пытаемся уговорить мужчину, он такой более консервативный, нужно его немножко подвинуть, то можно начинать с более простых вещей. То есть, с того, что улучшают эрекцию, это вообще беспроигрышный вариант. Вот. Или доставят больше удовольствия. Какие-то такие вещи. Я уже не говорю о том, что нужно на анальных кнопках, в пропках, тем более со стразами, помешанные вообще все. Поэтому сюда можно начать таких маленьких штук. Вот. И чем менее они похожи на вот него, тем проще, потому что, конечно, у очень многих мужчин возникает какая-то такая ревность по отношению к девайсу. Хотя это, конечно, глупо, потому что чем больше женщина про себя знает, чем больше удовольствия она получает, тем больше охотой она занимается сексом, в том числе и со своим партнером, потому что он в доступе. Вот смотри, я честно признаюсь, у меня не было ни одного органа, чтобы я с мужчиной, ну, как-то и со своим партнером хотя бы близко подошла к эрекционным партнером. Ну вот обсудить, да, тем более уж там предложить. И как это сделать? В первую очередь. Я всегда рекомендую... Это мой возраст, то есть мой сексуальный партнер, скажем, 50-летний. Эрекционное кольцо. Нет, а как это сделать? Я не понимаю. Вот вы сидите, ужин при сучахах. Ужин при сучахах, это поздно. Ой? Да. Лучше всего это делать тогда, когда... Я не спрашивала, а вы что-то говорили? Я на фоно все люди вас спрашиваю. Нет, я понимаю. Нужно делать тогда, когда минимальная дистанция. Когда человек готов на эксперименты. На эксперименты люди готовы, когда они уже в постели. Когда спрашиваешь, а так нравится, так хочешь... Как интерес, как осторожнее, как напряжение, какое у него возникает? Вы предлагаете не девайс, а то, что он даст. Хочешь, сделаем что-нибудь, чтобы реакция была лучше. Хочешь, сделаем что-нибудь, чтобы у меня был еще один оргазм. Хочешь, сделаем еще что-нибудь, после чего нам захочется это еще раз повторить. Говорите о том, что это даст. Это работает на любых людях. Конечно, можно сказать, нет, я не хочу. Ну, тогда придется попробовать в следующий раз. Но не все на это сразу готовы. Понятно, общество довольно консервативное. Но, опять же, вспомним по 100 тысяч астропонов в год. Общество, на самом деле, не такое консервативное, как кажется. Поэтому самое главное говорить не в лоб и не предлагать, а давай я выкачу что-нибудь резиновое, латексное, силиконовое, что угодно. Говорить о том, к какой цели мы придем. А средства уже для этого могут быть разные. И это уже можно обсуждать. Это продуктивный, эффективный подход. Говорим о цели. О цели, как правило, уже трудно отказаться и поэтому трудно отказаться от того, что к этому ведет. Татьяна, в целом, что ты советовала женщинам, которые используют сложности с оргазмом от вагинального проникновения. То есть, может, это конкретно, это может быть? Они готовы к эксперименту, но какие сложности? Есть техники, их им учат здесь, в этом центре. Также у меня есть статья на www.vandercin.com По-моему, так называется в поисках, не помню чего, как там там называлось. Точно, да. Как я искала вагинальный оргазм. У меня как раз сходило в московский центр Секритс, делала упражнения. Я его нашла, до этого у меня не было. До 35 лет у меня его не было. Оказался слабым подобием левой руки, если честно. Вот, но, то есть, конечно, его можно развивать, вот, потому что у меня раньше эквитаральный оргазм был не очень, а потом стал даже очень и очень, просто сравнить не с чем. И эти техники вполне работают. Вам может не подойти какая-то из техник, которые там перечислены, вот, но я, правда, рекомендую сходить на курс, он очень полезный, потому что здесь нормальный преподаватель, и не стесняйтесь терзать их вопросами. Особенно, если вам покажут, что они говорят, что-то странное. Вот, говорят странное, задавайте уточняющие вопросы, пока вы точно не поймете, как это работает. Главный смысл всех упражнений, это переключить мозг на то, что зоны внутри тоже могут быть источником удовольствия. Вот, то есть вы просто размечаете мозгу вот на карте вашего тела, просто показываете еще одно место для удовольствия. Для этого просто, то есть достаточно простые техники, просто это скучно, и нужно долго этим заниматься. Вот, но это вполне работает. Я не могу гарантировать, что это работает для всех женщин. Вот, но работает для очень многих. Спасибо. Вот, до пульсов. Может, в интернете можно какие-то там... Почитайте мою статью в поисках вагинального оргазма, точно. Она на вандерзинком. Она достаточно обзорная, но у вас будет некое представление об этом. Может, еще такое предложение этого вопроса. Сколько времени давать на вибрацию, не важно, какому-нибудь инструменту, на то, что он может себя проявить? Ну, когда понимаешь, что типа нет точно, он же не моего. Ну, обычно 3-4 раза достаточно в спокойной обстановке, потому что обстановка неспокойная, вы очень сильно устали, вы давно не спали. Отсутствие сна, например, у меня просто действует как полная анаргазмия, потому что организм хочет только спать. Какой секс, о чем вы? И можете, конечно, увеличить это время, потому что если разные режимы, вот, их много, то вы можете попробовать немножко дольше. Но, как правило, через первый несколько раз вы что-то найдете. Часто случается, что в первый раз вы не находите ничего, оно как-то странно. Это тоже нормально, потому что все-таки девайсы все разные, к ним нужно приноровиться. Это не бывает ни в спорте, ни в танцах, ни в сексе, ни в еде, ни в жизни, ни в работе, ни в отношениях с начальством. Боль – это означает, что надо остановиться, что-то происходит не то. Это нормально? Боль, конечно, может быть всегда, потому что гиперстимуляция, отсутствие лубриканта, еще что-нибудь. Конечно, нормально. Живое тело, такие нежные части тела, боль очень легко заработать. Но терпеть ничего не нужно. Может, это только ты, как это, можно заработать себе. Вы говорите об анальной стимуляции для себя или анальный секс? А, для себя. Начните с бус. Начните с бус. То есть, вам нужно много лубриканта и по одной, очень медленно. Так, чтобы сфинктер был здесь. Почувствовали. Если захотите. Опять же, вопрос в целях. Потому что, если вы хотите просто что-нибудь засунуть и повибрировать, то, конечно, вы можете. Вот. Если вы хотите... Какие ощущения? Ну, опять же, это зависит от вашего устройства. Потому что, если вы таким образом можете дотянуться до клитора, до его внутреннего устройства, вы можете испытывать очень серьезные, очень приятные ощущения. Вот. Вы можете... У вас могут быть приятные ощущения просто от того, что у вас стимулируется вход в ваннуш, потому что там что-то самая чувствительная зона. То есть, по факту, мы таким образом делаем две вещи. Потому что, в отличие от мужчин, у нас нет простаты, которой можно стимулировать. Вот. И мы стимулируем два места. Вход. Вот. И клитор внутри, который находится и который спрятан глубже там за несколькими стенками. Вот. Поэтому это зависит от вашего устройства, от того, что... Что? У мужчин есть простата. Если простату массировать даже пальцы, можно вызвать его оргазм. У нас простаты нет. Поэтому очень много мужчин абсолютно не геев. что это скрипит? Ну, очень многим не нравится скрипит. Он есть, но не испытывает удовольствие. Это просто еще одна опция, еще одна возможность. Существует ли это женщина, которая вообще не может у них никакого оргазма? Да. Их маленькое количество. И большая часть из них, если они будут лечиться, то у них все будет в порядке. Потому что бывают такие штуки, как, например, проблемы с нервами, которые ведут к спинному нерву и к головному, которые передают сигналы. Вот. Слово ли лечить? По-разному бывает. Это может быть психология, это может быть психиатрия. Потому что, например, если у вас... В большинстве случаев, да. Вот. Но нужно определять, что именно. Потому что, как я говорю, есть такая книжка «Вагина. Новая история женской сексуальности» Наоми Вульф. И она эту книгу начала писать, собственно, потому что у нее там после 40 лет вдруг начали пропадать оргазмы. Она стала получать меньше удовольствия. Она пошла по врачам, она пыталась выяснить, что с ней происходит. Вот. И однажды она просто обнаружила, что у нее проблемы с... У нее был, по-моему, разрушен подпозвонок после травмы. Она этого не знала. У нее возникли проблемы просто с проведением сигналов по нервам. Ее вылечили. Ее вылечил нейрохирург. Вагина. Новая история женской сексуальности. Наоми Вульф. Она известная феминистка, и поскольку она стояла на том, что ей нужно ее удовольствие, она его нашла. Вот. Но, как правило, у женщин бывает проще. Мы зажатые, мы не знаем, что именно нам нравится. Вот. И гораздо чаще проблемы именно из-за этого. Но в большинстве случаев это как-то фиксится. Так. Давайте еще какой-нибудь вопрос. Если бы вы сейчас убирали первую игрушку, правильно было? Уже зная, что со мной? Просто только я съела с собаками, я купила еще одну. Классный. Он правда классный. Есть секс-блогер Маша Акзамасова. Моя приятельница, она в Instagram ведет у нее аккаунт Мамаши Давай. Она тоже рассказывает про игрушку. Я ей посоветовала, и она очень рада, она пользуется ей самым. Какая игрушка? Хороший вопрос. 1008, по-моему, но я не уверена. Татьяна, вот эта ручка с кнопочками, она тоже может быть использована? Или это вот длинная держалка и больше ничего? Эту держалка и больше ничего. Они довольно классные и у них очень часто крадут эту форму с кольцом, то есть, где можно удобно удерживать. Мне вообще нравится фан-фактор, к сожалению, у них не очень гуманные цены они, правда, крутые, потому что они сделаны на совесть. У меня была игрушка фан-фактор, называлась танго, он, по-моему, больше не производится. Он у меня лет 5 жил. Пока у него, у него была, короче, такая кнопка, называлась турбо. Ты нажимаешь, вот, у него очень резко все усиливается. Отпускаешь, все нормально. Можно было не переключаться. Короче, у меня сломалась кнопка. И вот, когда кнопка турбо сломалась, я уже не могла им пользоваться. А так он совершенно, как бы, в порядке, живой, рабочий. Вот, так и лежит. Любиленька. Или совмещенный симулятор. Отдельный, в смысле, игрушки? Ну, отдельный, для занимания, для занятий, для бюджетного бюджета. Который, вот, первонаправленно, с птичками, соответственно, не совсем один. Вот именно только для... Зависит от того, чего вы хотите. Потому что, если вы хотите накачивать себе мышцы, вот, то вам, конечно, нужно что-нибудь прямо вот конкретно для этого. Если вам важнее контроль, вот это вот, правильно нажать, птичка выскочила, то ищите именно это. Но на самом деле, по большому счету, нам все эти курсы нужны, потому что мы можем задавать вопросы. Вот. И нам могут объяснить, что конкретно нам нужно. Какой конкретный девайс он подойдет конкретно нам. Вот. Этих упражнений кегеля, они везде разбросаны, их много. Все это можно делать самостоятельно, хоть даже с пальцами или с деревянной палочкой. Вот. Но при игрушке мы знаем, что они, во-первых, безопасные, во-вторых, с ними можно просто, особенно, когда эти шайки со смещенным центром тяжества, то просто вот ходишь, они там качаются, и неплохо. И еще бывают шарики, которые вибрируют. Их можно использовать как клеторальные вибраторы отдельно. Почему нельзя с опущением? Что? Почему нельзя с опущением шарики? Хороший вопрос, не знаю. Я думаю... Спасибо, что задали вопрос. Я выясню, поговорю, с которым будет. Например, помпа нормальная, а шарики нельзя. Казалось бы, там, в опущении еще такой-то, или вот в этом. Не знаю. Очевидно, есть медицинские ограничения. Я, к сожалению, не задумывалась над этим вопросом, и я выясню. Зависит от того, насколько глубокая царапина. Если она там едва заметная случайно, то ты, в общем, просто тщательнее мойте. И смотрите, чтобы она не увеличивалась. И просто еще по возможности выясните, откуда повреждения. Потому что, если это было масло, еще что-нибудь, то, возможно, там есть просто какие-то незаметные глубокие поры теперь, в которых будут бактерии накапливаться, и вы не сможете это нормально помыть. Если просто случайно абразил, там, что-то потерли, ну, бывает. Ничего страшного. И если вы не используете это с разными подозрителями людьми, вот, а для себя хорошо мойте, знаете, где это хранится, то мелкие потертости могут не играть большую роль. А если, извините, вот, еще добавлю к этому, если вообще вот, ты понимаешь, что игрушка, она легко повреждаема, вот именно сам материал, вот, от ногтей и те же, или пальцев, то это значит, что это плохой материал? Или... Ну, или у вас очень острые ногти. Я думаю, что от пальцев-то они не должны повреждаться, потому что довольно много трения используется, и, кроме того, они же вибрируют, либо крутятся, либо еще что-то. Там довольно большая нагрузка. Если это портится от прикосновений, прикосновений рук, то это что-то очень плохое. Вот. И лучше вы это больше не покупаете. Спасибо. Вот, бушу, вот, не надо держать, как бы, у меня. Это? Вот это. Да, она неудобна, если неслежать, не давать, как бы, держать, а вот это неудобно. Это штука для того, чтобы использовать во время секса, во время проникающего секса. А, где это, Можно, легко, запросто. Вы можете установить и там делать что-нибудь руками, либо наоборот, просто использовать, на самом деле, как критеральный вибратор, потому что он же вибрит. Да, но, тут, опять же, есть нюанс. Если вы хотите использовать как критеральный вибратор, просто так, вот, то, скорее всего, вам нужно что-нибудь делать, потому что иначе у вас не возникнет должного возбуждения. Если же вы просто, если же ваша задача, вагинальное проникновение, то вы устанавливаете для того, чтобы у вас было дополнительное возбуждение, чтобы головка клитера тоже была увеличена. Все равно свое главное удовольствие вы получите от фрикции, потому что, ну, для многих это очень большой фан. И она правда не мешает? Что? Она правда не мешает? Кому как. Это вообще зависит очень сильно, потому что нужно еще смотреть на, как бы, на сочленение, потому что, если она гибкая, вот, это, скорее всего, значит, что на любой размер она нормально сядет, но при этом, чем более она гибкая, тем выше шансы, вылететь. Ну, значит, так и бывает. Вот. Поэтому, ну, нужно искать позы, которые это минимизируют, например, ну, чтобы не очень широко ноги были, например, раздвинуты. Вот. Ну, или хотя бы, чтобы вы имели как-то перед глазами и могли это ощущать, потому что, знаете, бывает, когда вас раскладывают очень сильно, вот, вы уже ничего не можете контролировать, тогда она может вылететь. Но, как правило, когда вы ее используете, у вас какие-то руки бывают свободны, потому что вы, просто потому что вы об этом думаете, я сразу скажу, что идеальных игрушек нет. Более того, каждый раз, когда я думаю, о боже, я нашла классную игрушку, проходит две недели, мне присылают что-нибудь новенькое, я думаю, боже, я нашла лучшую игрушку. Вот. Так происходит регулярно. У них у всех есть какие-то недостатки. Недостатки в материале, в конструкции, в том, как они нам самим подходят, там, по устройству тела. Я рассказывала про игрушку, которая вот раструб вакуумный стимулятор просто вот не достает до клитора, и все, что ты будешь делать? Ничего не сделаешь. А главное, проверить до этого это невозможно. Но, если себя хорошо знать, вот, если относиться к этому с вниманием, читать обзоры, то можно накопить некоторый багаж опыта, и гораздо лучше, проще выбирать, что тебе понравится. Я, например, сходу, там, не знаю, 80% случаев могу определить, подойдет мне игрушка или нет. А сколько стоит? Понятия не имею, надо посмотреть на стенде. И, ну, вообще, на самом деле, их много разных. И конкретно это Лело, у нее вот выносной, такой очень известный с гироскопом пульт управления. Но их существует очень много разных, поэтому можно найти что-нибудь более подходящее по цене. Потому что Лело, как я говорила, такой прям Мерседес в мире игрушек. У меня вопрос про смазки. Я не знаю, что ли нет. А что у меня смазки, для анального секса имеет реальный смысл? Я перебежу по-другому, с гироскопом и скажу, что да. Потому что, ну, есть ли люди реальные на самом деле. Да, как правило, это силикон. Они обеспечивают хорошее скольжение. Никто не хочет лишний раз себе туда что-нибудь запихивать, лишнюю смазку, поэтому силикон в том смысле работает хорошо. Какие смазки я не рекомендую для анального секса? С анестетиком. Потому что, если вы занимаетесь анальным сексом, то, во всяком случае, если у вас нету большого опыта, вам нужно хорошо знать, что вы чувствуете. Потому что, если у вас есть анестетика, вы можете не почувствовать боли. А боль – это травма. Вот. Вам травмы не нужны. Анестетики только для тех, кто, значит, очень прошаренный. Вот. И очень хорошо себя знает. И, возможно, бывают женщины, например, у которых есть психологическое удовольствие от того, что они это делают. Вот. Но физически это им не доставляет боли, но при этом не доставляет большого удовольствия. Поэтому они могут использовать анестетик. Но если большинство-то женщин занимает сексом, чтобы удовольствие получить, да, поэтому отключать это ощущение нет. Это вредно, опасно, и я всегда вот за то, чтобы облегчить нам ситуацию, вот, но ни в коем случае не выключить ее. То есть они по большей части силиконовые, то есть силиконовые игрушки будут использоваться? Да. Вот. Либо в таком случае можно силиконовую игрушку надеть презерватив, либо искать себе игрушку из других материалов, как я говорила, это может быть сталь, стекло, что-нибудь еще. Так, еще вопросы? Можно у меня десанацию включиться? Если вы спросите, что силиконовый бирюкант или презерватив, как это работает? Обычно нормально. Обычно у них... Да. А разве латекс не разрушается? Хороший вопрос. Обучен силиконовой смазки вполне работаю с латексом, но вы всегда смотрите, на смазке написано, с чем она совместима. Вот. Там всегда длинный список, потому что в нее помимо, собственно, силикона или там водной основы или там жировой основы могут входить еще какие-то добавки. И там всегда вот длинный список того, что можно, того, что нельзя. Если нет списка того, что нельзя, смотрите список того, что можно, потому что, потому что они исключили, что они вынесли. Вот. Можно легко определить, какие могут быть проблемы. У большинства, на самом деле, всегда можно отличить легко хороший продукт. На нем всегда все честно написано и очень продолжительно. Вы вам надоест уже читать, вы хотите перейти к процессу, вот. Но, тем не менее, это нужно сделать, нужно выяснить, что конкретно с ним может быть не так. Лучше намазать, потому что та часть, которая прилегает к клитору, там, конечно, нужна смазка, потому что клитор очень чувствительный. И чтобы там не вибрировало, это там даже будет слегка вибрировать. Вот. Все равно нужно, чтобы у нас была какая-то такая, было барьер. Это? Да. На ротаторы такого рода, и вообще на имитаторы орального секса с лопастями всегда нужно очень много смазки. Очень нужно очень... На египетском непосредственно. Лучше и туда, и туда. Да. По одной простой причине. На самом деле, две причины. Причина первая. Они крутятся, очень много воздуха прогоняется. Эта смазка на водной основе, силиконовую-то нельзя. Вот. Она моментально высыхает из того, что воздух. Вот. А с другой стороны, здесь просто очень большая площадь. Вот. Поэтому нужно больше смазки. Еще вопросы? А вот это, что вы сейчас показывали на патрах, он моется? То есть вот это у него просто очень сложно или нет? Да, здесь просто снимается шапочка и моется под водой, под проточной водой, под краном. Тогда для него вы видите, должно еще быть. Нет. Ни в коем случае не используйте абразивы. Да, вы можете поцарапать, да. А сколько вам примерно стоит? Я даже не знаю. Я просто сейчас очень плохо ориентируюсь в целом, потому что мне все присылают. Я счастливый человек. Вот. Но... А срок службы указан на упаковке? Ну, вы же понимаете, что мы все используем по-разному, в разном режиме. Но храните чеки, потому что это необходимо. Что? Как вы узнали, что микроскопом видно и здесь? Ну, видно же по изменениям. Одно дело, если его поцарапали или порвали, совсем другое, если там есть изъюзление из-за того, что были неправильные средства использованы. Это лубрикант, и его нельзя использовать с этими делами? Ну, потому что мы говорим, что это целиком. На самом деле, это разное соединение. Ну, я считаю, что самый лучший лубрикант на самом деле на водной основе. Просто потому, что они универсальны, и тебе не нужно думать. можно, нельзя. Ты просто используешь их везде, всегда с призыватилами, с партнерами, с игрушками, чёрта лысого. Просто стоять. А нам подарили действительно телефон. Да? Чтобы вам не пришлось её покупать. Теперь вы сможете купить себе водную универсальную. На самом деле, ещё у водной смазки есть очень большое преимущество. Её очень легко смывать. Она смывается водой, она водорастворимая. Всё остальное вам приведёт, что там, не знаю, с тела смывать с мылом. Вот. Поэтому я их настолько люблю. Как раз на этот вопрос возник. То есть силиконовая смазка не разводится водой, а что потом будет вот у нас в теле, внутри меня, остаётся? Ну, точно так же, как что происходит со всем, что есть в теле. Оно постепенно вытекает. Да, я знаю, звучит мне немножко грустно, но поскольку мы помним, что требуется, на самом деле, начинать примерно с объёма в одну горошину, вот. Это не очень много, вы этого, скорее всего, даже не заметите. Там большая часть в процессе, она окажется снаружи, потому что, ну, естественным путём выйдет. Вот. А у вас всё тем более, что появится своя собственная смазка, которая просто вытолкнет. Вот. Потом просто смыл, смываете с кожей, всё. Я просто очень ленивая, вот. Мне бывает ленить, и ва-ва-бана, поэтому я ещё люблю водную смазку, о ней можно забыть. Вот. Но повторюсь, это не значит, что силиконовая смазка плохая, просто у неё есть некоторые ограничения. А в некоторых отношениях она лучше, потому что обеспечивает более плавное скольжение, и гораздо менее быстро высыхает. Ну, привет. Я Ноль. А потом ветеринарной водой могут снижать. Ну, для этого, знаете, есть тоже куча разных средств, они тоже здесь есть. Сейчас я найду. Вот. У меня здесь целая куча всего. Здесь есть массажные масла, свечи, которые ты сжигаешь, они превращаются в средства для массажа, поэтому я всегда предлагаю брать какие-то специализированные средства, не бывают в небольших упаковках, можно попробовать, потому что специализированные средства всегда вот чётко работают по заявленной цели. А всё остальное может работать или может и не работать. А аптечная, вот продаваемая в специализированных магазинах, это отличается? Хороший вопрос. В секс-шопах, как правило, просто больше ассортимент и больше спецэффектов. Потому что в аптеках продаются самые основные категории, и они продаются от тех же брендов, которые продают, например, презервативы, и поэтому они просто охватывают целую нишу вот так целиком. Это удобно. Не ходите здесь в секс-шоп, покупайте в аптеке. Многие говорят, что в секс-шопе гораздо более качественные вещи. Я, честно говоря, не знаю, что называть качеством. Если называть особенные спецэффекты, классную упаковку, приятно в руки взять, то да, они более качественные. Но по своему действию, ну, водная смазка и водная смазка. Берите Durex и никаких проблем не возникнут в аптеке. Мы поговорили о том, что есть условно ускоритель и отдать молодую женщину. А для мужчин мы что-то можем претендовать? Потому что у меня есть проблема. Я не могу уже столько ее сдать, мне бы уже поскорее злит, я уже не стала. И у меня это актуально. разогревающее средство и многое тоже зависит от настроения. Потому что если, опять же, это то же самое, это слово, которое я еще раз попробую выговорить, нон-конкордантность. Да, точно, я смогла. У мужчин это тоже встречается. То есть у них, знаете, бывает, например, по утрам, когда у мужчин есть такое, утром у него стоит, но никакого особенного желания он не испытывает. Такое может случаться и в другое время. Поэтому все-таки нужно понять, чего он хочет. Действительно ли он хочет кончить, или он уже чем-то там витает мыслями. Потому что если он витает мыслями, то можно после этого отложить, не обязательно заканчивать это его оргазмом. Пускай как-нибудь сам он справится. И вот, если же он правда хочет, но у него есть такая проблема с сильной задержкой, то иногда полезно бывает обратиться к врачу, потому что это может быть признаком какого-нибудь заболевания. Вот, поэтому ему неплохо бы встретить к урологу. Ну, а так есть специализированные средства, только разогревающие? Да, разогревающие средства хорошо работают. А еще хорошо работают анальные игрушки для мужчин, потому что они очень ускоряют из-за стимуляции простаты. У них получается дополнительная стимуляция и быстрее приходит оргазм, бывает более разнообразным. Анальные что? Анальные стимуляторы для мужчин. Они отличаются, бывают формой, да, потому что они именно направлены на то, чтобы стимулировать простату. А если намазать на головку члена мужчины вот как раз-таки дюртс-дюртс-оу или что-то такое, то что на клиппер мажете, то какой эффект будет? Ну, теория. Попробуйте. Попробуйте. Не, серьезно, попробуйте. Поскольку они это совместимы со слизистыми, хуже ему точно не будет. Ну, то есть, это безопасно, вот, худшее, что может с вами произойти, не произойдет ничего. Друзья, в аптеке продают всякие штуки, типа Лавиона, или он, да? Типа что? Лавиона, еще что-то продают в аптеках. Типа таблетки и все такое, да? Я не думаю, что это аграр, если я знаю, что провалился. Бады, таблетки не работают. Не работают. Не работают. Ну, то есть, они, конечно, могут, возможно, врач может вам прописать какое-нибудь средство, которое улучшит ваше состояние, вот, потому, какие у вас есть проблемы, в зависимости от ваших анализов, вы станете пободрее, и у вас будет лучше сексуальная жизнь. Я, например, стала принимать витамин D, взбодрилась, мне теперь иногда хочется заниматься сексом прям вообще. Вот, до этого не хотелось. Не потому, что витамин D это афродизиак, а просто, чтобы у меня был дефицит витамина D. Поэтому я все-таки рекомендую обращаться к терапевтам, эндокринологам и так далее, потому что это гораздо более важные вещи. И смотреть на состояние здоровья, а не пытаться взбодриться с помощью БАДов. Все-таки наша сексуальная жизнь очень зависит от того, как мы себя чувствуем базово. Ну, я думаю, что мы можем закончить. Я очень обязательства выполнить. Спасибо большое. Я предлагаю вычислить, если вам кому-нибудь нужны какие-нибудь у вас бывают вопросы по конкретным каким-то девайсам, подходите, не стесняйтесь, все обсудим. Спасибо.